Над сопками левого берега дымно горел багряный закат, дула порывистая низовка. Под яром шумела и плескала саргунь, ходили на дыбах белогривые волны. Одетый в стеганую тужурку, Каргин выжигал на своем небольшом гумне полынь и крапиву. Чтобы огонь не перекинуло в чужие дворы и огороды, он неотступно ходил за ним с метлой в руках. Занятый делом, он не заметил, как плетню гумна тихо подъехал всадник на сером тонконогом коне. Это был сутулый среднего возраста мужчина с холодными и внимательными глазами, свистнущатым, не поддающимся загару лицом. На нем была коричневая хромовая куртка и такая же фуражка с опущенным на подбородок ремешком. Он молча наблюдал за Каргиным, пока его не выдал сердито всхрапнувший конь. Каргин вздрогнул и обернулся. «Бог на помощь!» — приветствовал его незнакомец так, словно отдавал команду самому Господу Богу. «Из офицеров!» — сообразил Каргин и невольно подтянулся. Называя его по имени-отчеству, незнакомец сказал «На одну минутку прошу вас ко мне». Озадаченный Каргин подошел, поздоровался. «Здравия желаю! Чем могу служить?» «Я живу у Ростакова. Будьте любезны сегодня вечером явиться ко мне. Не удивляйтесь. Верность и мужество!» «В какое время явиться?» «Сразу, как только стемнеет. Скажете, что Георгий Николаевич». Незнакомец поднял воротник тужурки, втянул голову в плечи и поехал по пустынному проулку к обнестенному высоким тыном Росаковскому дому. В десятом часу Каргин уже стучался в закрытые наглыха ворота Росакова. «Кто тут?» — спросил сразу же босовитый голос, и Каргин понял, что дом охраняет — Георгий Николаевичу. Загремел железный засов, и приоткрылась сделанная в одной из створок ворот узенькая калитка. Не то часовой, не то привратник с винтовкой на ремне пропустил Каргина в ограду, захлопнул калитку и повел его к крыльцу, на которой падал скудный свет из одного незакрытого ставнем окна. В глубине двора Каргин увидел два тусклых пятна света, прижавшихся к самой земле, и догадался, что там стоит землянка. Дом разделялся на две половины высокими просторными стенями. В них едва горела настенная лампешка, стояли мешки с мукой, на которых лежали казачьи седла. «Иди вот сюда!» — показал ему на дверь справа привратник, оказавшийся дюжим молодым казаком в зеленом дожжевике, надетом поверх стегонки. Каргин открыл дверь и оказался в небольшой прихожей. У столика с лампой сидел белокурый и круглощекий юноша, в котором сразу можно было угадать хорошо вышкаленного адъютанта, хотя и был он в штатской одежде. Он скачал на ноги, спросил, как прикажете доложить, старший урядник Каргин. Адъютант скрылся в дверях комнаты и, выйдя оттуда, сказал — пройдите. В комнате с глухими шторами и на окнах горела висячая лампа, стоял подержанный письменный стол, деревянный крашеный диван и несколько стульев. Писавший за столом Георгий Николаевич сразу же поднялся, вышел навстречу Каргину, с усмешкой сказал — ну-с, познакомимся. Полковник. Скажем, полковник Иванов. Чин мой вы должны знать, поскольку теперь находитесь в моем подчинении. А теперь перейдем к делу. Сегодня с той стороны к нам должен пожаловать один перебежчик. — Поручаю встретить его, перевезти через реку и доставить ко мне. Сделайте так, чтобы вас с ним никто не видел. — А кто он такой? — Мне вопросов не задают, а только отвечают на мои, — оборвал его Иванов. — Запомните это на будущее. Что же касается перебежчика, допустим, что он назовет себя Челпановым. Что-нибудь вам говорит эта фамилия? — Ничего не говорит. — Впервые слышу такую. — Очень хорошо. — Вне этих стен не вспоминайте о ней. Я вам доверяю, поскольку Рысаков о вас от личного мнения. Что нужно, будете знать, а на большее не претендуйте. Перебежчик будет ждать вас в овраге на той стороне, что напротив нижнего конца бакалеет. Как он даст знать о себе, неизвестно, но назовет себя Челпановым. Ждите его появления около полуночи. Вот вам ключ от лодки, которые приготовлены нашим человеком в кустах у последней по течению фанзы. Выполняйте. Желаю удачи. Коргин, хотя и сказал, что фамилия Челпанова ему неизвестна, на самом деле слышал ее не раз. Это была фамилия начальника уездной милиции в заводе. Впервые он услыхал ее от знакомых контрабандистов, которые жаловались, что вынуждены делиться своими доходами с Челпановым. Он быстро их взял на учет и заставлял раскошеливаться после каждой поездки за контрабандой. Тех, кто отказывался ему платить, он сажал за решетку. Позже Коргин узнал от лаврухи Кислицына о раздорах из-за покосов, начавшихся у мунгаловцев с мастовцами. В этом деле оказался замешанным и Челпанов, самолично арестовавший десятерых мастовских партизан. «Молодец, видать!» — подумал он тогда про Челпанова. «И вот теперь этот самый Челпанов бежит за границей. Стало быть, натворил что-то. Вон на какой должности был, а пришлось все бросить и удирать. Многое он может порассказать Иванову», — размышлял Коргин, торопясь домой и волнуясь в ожидании предстоящего дела. Первое задание его не испугало. Был оно щекотливым, но не слишком опасным. Граница никем не охранялась, и только какая-нибудь неожиданная случайность могла помешать ему. Ровно в полночь Коргин был на берегу у лодки. Положив в нее заряженную винтовку, он обмотал тряпицами весла, чтобы грести без плеска, и осторожно отчалил от берега. Ночь была ясная, с легким морозцем. В черной, на холодавшей воде отражались яркие звезды и крутые обрывы русского берега. Пристал он как раз напротив оврага, откуда доносился чудесный запах прихваченных заморозками ягод шиповника. С винтовкой на изготовку прошел он кустью оврага, присел на камень в тени какого-то деревца и стал поглядывать то на лодку, то в черный разруб оврага. Ничего не нарушало ночной завороженной тишины. Ни одного огонька не было ни в станице, ни в бокалейках. Вдруг из вершины оврага донесся совершенно неурочный крик ворона. Когда он повторился еще раз, Каргин отозвался на него легким свистом и удивился, что не испытывает никакой тревоги. Им обладела твердую уверенность, что все кончится благополучно. Челпанов спускался по врагу с конем в поводу. «Раз так смело идет, значит, это он. Знает, что его ждут и не боится», — подумал Каргин, вышел из-за куста и тихо спросил. «Из завода?» «Из завода». К Кайгородову ответил с готовностью Челпанов, не подозревая, что неожиданно помог Каргину разгадать мучившую его загадку. Он сразу догадался, что Кайгородов — это Иванов. Челпанов, видно, по каким-то причинам не знал новой фамилии Кайгородова. Это было интересное открытие. Теперь-то уж Каргин постарается узнать, кем был у Семенова полковник Кайгородов. А что был он важной шишкой, в этом можно было не сомневаться. Ничем не выдав своих чувств, он спросил. «Коня с собой берете?» «Конечно, конечно. Оставлять такого красавца красным просто совестно», — хихикнул Челпанов, оказавшийся высоким и худощавым человеком. Потом заискивающе сказал. «А вы аккуратны, благодарю вас. Такое уж наше дело, дисциплину приходится соблюдать. Конь воды не боится? Нет, можете быть спокойны. Я на нем уже плавал не один раз. За лодкой пойдет смело. Кстати, вы знаете, кто я?» «Не имею понятия. Да нам и не положено этого знать. Вот и хорошо. Гошка Кайгородов знает свое дело. Давно мы с ним не виделись». Каргин промолчал, сделав вид, что это его совершенно не интересует. Коня расседлали, седло положили на корму, и на него уселся Челпанов. Каргин начал отталкиваться от берега. Челпанов, ласково посвистывая коню, которого звал Вихрем, стал тянуть его за повод. Конь понюхал воду, фыркнул и послушно пошел за лодкой, потом поплыл. Когда лодка повернула поперек течения, и Каргин начал усиленно грести, Челпанов рассмеялся. «Прощай, Совдепия!» Дурак почему-то решил про него Каргин. Там был начальником, а здесь еще неизвестно, что с ним сделают, если много золота имеет. Сдав Челпанова с рук на руки Кайгородову, Каргин, довольный, вернулся домой. От появления Челпанова он не ждал для себя ни хорошего, ни плохого. Благополучно его доставил, и слава богу, а дальнейшее его не касается. Но все оказалось иначе. На завтра вечером Кайгородов снова вызвал его к себе. Каргин собирался сообщить ему, что Челпанов знает его прежнюю фамилию, но потом передумал. Неизвестно, как мог на это посмотреть Кайгородов. «Слушайте новые приказания, Каргин!» Не пригласив его садиться, сказал Кайгородов. «Оказывается, в Бакалейках часто бывают тайные агенты уездной госполитохраны. И это неудивительно. Руководит ею очень опытный человек. Он у партизан начальником особого отдела был. У нас с ним большие счеты. В свое время он сумел разоблачить нескольких человек, которых мы забрасывали к красным. Когда-нибудь мы покончим и с ним, но пока он для нас не досягаем. Раз так, нужно во что бы то ни стало выявить хотя бы его агентуру и потихонечку ликвидировать. «Начать придется с некоего Лаврентия Гислицына, контрабандиста. Вы знаете этого человека?» «Знаю, это мой посельщик. Часто он здесь бывает?» «Раза два в месяц появляется. Так вот, он определенно действует по заданиям. Как только он появится в следующий раз, немедленно сообщите мне, а если и меня не будет, Расакову, мы найдем способ разделаться с ним. Вы же ничем себя скомпрометировать не должны. Все будет сделано без вас. Гислицын, конечно, не один. Сейчас они будут устьерно наводить справки о Челпанове. «Вот вам тридцать монет», — показал он на три столбика серебряных китайских даянов, стоявших на столе. «Ходите по лавкам, выпивайте, беседуйте и ловите красную рыбку». На этот раз Коргин ушел от Кайгородова не на шутку напуганный. Узелок завязывался поганый. «Я сейчас как муха на липучке», — раздумывал он. «Надо с нее убираться, пока с руками и ногами не влип, иначе дело швах». «Сунул он мне тридцать даянов, а ведь это все равно, что тридцать иудинах серебряников. От них всю жизнь руки жечь будет. Вон ведь до какой гадости дело дошло». Лавруха Кислицын на этот раз не заставил себя ждать. Он заявился через три дня на паре лошадей, ходил по лавкам, приценивался к товарам, а покупать ничего не спешил. Будто мимоходом завернул он и в землянку Коргина, передал Серафиме привет от заловки и свекра, угостил ребятишек леденцами и выставил на стол бутылку запеканки. Коргин решил проверить, в самом ли деле он поведет разговор о Челпанове. Все так и произошло, как предсказывал Кайгородов. Когда выпили раз и второй, Лавруха сказал, «А в заводе паре большая новость. Удрал куда-то начальник милиции Челпанов. Ищут его с собаками, а найти не могут. Как сквозь землю холяра провалился. Не слыхал ты ничего про это дело?» «А ты что же, тоже его ищешь?» — в упор спросил Коргин. «Вот тоже сказал, — расхохотался Лавруха. Мне в нем нужды нет. Теперь хоть побора с нашего брата драть не будет». «Ну так вот что, Лавруха, глядя прямо в вороватые глаза контрабандиста, сказал Коргин, «Нужен тебе Челпанов или нет, я не знаю. Только немедленно убирайся домой, иначе тебя убьют». «Кто же это? Да и за что? Ничего я тебе, дружа, сказать не могу, но уезжай. Сейчас же запрягай и уезжай. Про тебя узнали, что ездишь сюда по заданиям». Лавруха сразу же распрощался и убежал на свою квартиру. Коргин решил, что лучше будет совсем ничего не сообщать Кайгородову. Губить Лавруху он не хотел. Лучше было рискнуть самому и молчать, а вот никто не видел, что Лавруха гостил у него. Целую неделю после этого он ждал, что его вызовет к себе Кайгородов и спросит, почему он не сообщил ему, что Кислицын был в Бакалейках. Но этого так и не случилось. Тогда Коргин понял, что далеко не все становится известным Кайгородову. Сам же он за это время узнал одну немаловажную новость. Оказывается, начальником контрразведки в Нерчинске был у Семенова Есаул Кайгородов. Об этом рассказал ему знакомый беженец из Ундинской станицы. В конце 1918 года он ездил с этим Кайгородовым и другими офицерами в город Благовещенск, чтобы заполучить бежавших в Манчжурию и выданных Семенову Джан Золином, виднейших забайкальских большевиков, Флора Балябина, Георгия Богомякова и Василия Бронникова. После этого стало ясно, почему, приехав из Хайлара на границу, Кайгородов стал Ивановым. Дорого, думал Каргин, заплатила бы госполитохрана, если бы сообщить ей, что сам Кайгородов поселился в сотни сажен от границ. Да и не одна госполитохрана. Дорого дали бы за это и родственники Балябина, уроженца Чалбутинской. Там у него и сейчас еще живут старик-отец и двоюродные братья. Узная не об этом, и Кайгородову придется плохо. Они ему живо гранату в окно подкинут, и Рысакова заодно хлопнут. Скоро Кайгородов снова вызвал Каргина. На этот раз разговор у них происходил в присутствии Есаула Рысакова. Первые же слова Кайгородова заставили Каргина насторожиться. С веселым раскатцем в голосе он сообщил. «Приближаются большие события, Каргин. Скоро заговорит Приморье. Как только начнется там, в Забайкалье хлынут наши отборные части, чтобы поднять казаков на восстание. Особенно мы рассчитываем на анонских, нерчинских и шилкинских казаков. Они узнали на горьком опыте, что такое советская власть, замаскированные под буфер. Там в станицах все бурлит, но прорваться туда нелегко. На нашем пути стоят приоргунские партизаны. Они вооружены и готовы по первому зову встать на границ. Нам поручено обезглавить их. Предстоит ликвидировать самых популярных партизанских командиров, таких как Удалов, Заркальцев, Забережный и другие. Пока нас интересует только Забережный. При упоминании Забережного Каргин вздрогнул и сразу понял, что ему предстоит. Кайгородов, пристально следивший за ним, рассмеялся. — Что, знакомую фамилию услыхал? — Да. — Вдруг тут поневоле вздрогнешь, хоть и враг мне, Семен. Вот это уже никуда не годится. Вздрагиваешь от одного упоминания фамилии Забережного. А ведь тебе поручается его ликвидировать. Сроку на это — неделя. Ну, не затряслись поджилки? — Да нет, не трясутся, — поспешно отозвался Каргин. Сердце его бешено колотилось. — Ничего не поделаешь, — решил он. — Пока надо соглашаться, а там видно будет. — Так слушайте дальше. Подберите группу подходящих людей и по возможности без шума уберите Забережного. Кайгородов заглянул в свою записную книжку Семена Евдокимыча, 1878 года рождения, бывшего командира 3-го партизанского полка, проживающего в настоящее время в Мунгаловском, в доме находящегося за границей казака Кустова. Подробные и совершенно точные данные произвели на Каргина то самое впечатление, на которое и рассчитывал Кайгородов. Он понял, что Кайгородов все-таки кое-что знает. В любом случае это надо учитывать. Кайгородов раскурил потухшую трубку и спросил, что вы на это скажете? — Я готов. — Разрешите согласовать с вами вопрос о помощниках. Называйте фамилии. — Большак. — Егор Минеевич. — Подходит дальше. — Лоскутов Алексей Засимович. — Не годится отставить. Неоднократно вел здесь разговоры, за которые самого следует поставить к стенке. — Еще кто? — Сотник поляков Кузьма Данилович. — Бывший унгерновец. — Замечательно. — Вполне подходит. — Хотя сотник он липовый. — Выделки господина барона. — Значит, остановимся на Большакове и Полякове. Думаю, что втроем одного убрать сумеете. Особых трудностей не предвижу. Даю на подготовку двое суток. — Хватит? — Вполне. — Только вот у Большака коня нет. — Знаю. — Коня получит перед самым выездом от Иесаула, — показал он на Росакова. Раньше не дадим, иначе на это обратят внимание. А вам все следует держать в строжайшем секрете. Елисей Каргин в мире и согласии прожил со своей женой 15 лет. Он очень гордился ее умением принять и приветить всякого гостя, угодить за ловки и свекру, со вкусом одеться самой и одеть ребятишек. Умела его Серафима и повеселиться. На праздничных гулянках плесуньи и песенница была на душой компании. У нее было некрасивое, смуглое и немного скуластое лицо, но его красили чудесные карие глаза, а духотворял живой характер. По-своему Каргин очень любил Серафиму, только никогда не выказывал этой любви на людях. Он рос и воспитывался в среде, в которой жили чудовищные предрассудки. Там считали унизительным и постыдным открытые преклонения перед женой, признание ее человеческих достоинств. Одни скрывали свои добрые чувства к женам только перед посторонними, другие не выражали никогда и сделали это правилом всей своей жизни. Они упрямо отказывались признать, что жена такой же, как сами они, человек. У них не было слова «женщина», они знали лишь слово «баба». Желая кого-то оскорбить, ему говорили «эх, ты и баба». При всех случаях жизни твердили пословиц «курица не птица, баба не человек». Волос не долог, а ум короток. И это было как бы заповедью, которой следовали даже лучшие из них. Коргин ни разу не ударил жену, не сказал ей ни одного грубого слова. Но, отдавая дань обычаю, никогда не вел с ней серьезных разговоров, не советовался о своих делах. Не слушая ее возражений, он приказал ей собираться и ехать с ним за границ. А когда, напуганная беженской жизнью, она стала уговаривать его вернуться домой, он строго прикрикнул «не твое это дело, помалкивай». Возвратясь домой от Кайгородова, он впервые в жизни решил откровенно поговорить с женой, посоветоваться, что ему делать. Убивать забережного он не хотел, стать простым бандитом не собирался. Нужно было принять немедленное решение, а какое, он не знал. В землянке было тепло натоплено. На поддерживающем крышу столбе, на самой середине ее висела тускло светившая лампа. Ребятишки спали на нарах, укрытые старым стеганым одеялом. Серафима сидела под лампой и подчиняла ребячьи рубашки. Скуластое лицо ее было сосредоточенным и печальным. Коргин взглянул на нее и понял, что она только что плакала. — Что это ты плакала? — спросил он, усаживаясь рядом с ней. — А веселиться мне нещего. Одно у меня тоска да забота. За ребятишек душа болит. У других они учатся, а наши собак гоняют, чахнут землянки, как проклятые. Ты о них ведь совсем не думаешь, все некогда тебе. — Да я варвар, что ли, чтобы о них не думать-то. Зря ты это говоришь. И я о них изболелся, да только вот придумать ничего не могу. Худые наши дела с тобой, шибко худые я. — Что случилось-то? — сразу забыла Серафима о работе и уставилась на него испуганными глазами. — Если я не убью одного человека, самого меня в тихомолку стукнут, и вам добра не будет. Взяв с нее слово все держать в секрете, он рассказал ей про Кайгородова и про его сегодняшний приказ. — Эх, Елисей, Елисей, — сказала потрясенная Серафима, — запутал ты свою и нашу жизнь. Что теперь делать тебе? — Я не знаю. А вот ребятишек надо спасать. Нам с тобой все равно, а за что им-то страдать. Надо их от беды домой везти, больше некуда. Там их никто из-за тебя не тронет. — Завтра же отпускай нас домой. Я больше здесь ни одного дня не останусь. Тогда меня Кайгородов завтра же вечером ликвидирует. Он сразу поймет, в чем дело. А мне домой никак нельзя. Партизаны на меня шибко злые. Тоже убьют. Серафима снова расплакалась. Потом вдруг встала на ноги, сняла с головы платок, вытерла слезы и сказала. — Всю жизнь я была покорной да послушной, а теперь хватит с меня. Пропасть вместе с нашими ребятишками ни за что не дам. Они ни в чем не виноваты. Они люди, они игрушки. Жизнь и после нас с тобой жизнью останется. И солнце будет, и люди будут жить, да к хорошему стремиться. Ты про красных одно твердишь. Они, по-твоему, только из-за того воюют, чтобы все порушить да изничтожить. Раньше я верил этому, а теперь хоть на куски меня режь, не верю. Перестанете вы им мешать, и они начнут такое делать, чтобы люди жили да радовались. Они ведь не звери. Не съедят они сыновей моих за то, что ты воевал с ними. Дома и наши ребятишки найдут свою долю. Может, они посчастливее нас с тобой станут. Слова жены совершенно ошеломили Каргина. Он с ужасом увидел горькую правду в том, что сказала она о детях. Думая о своей жизни, он совершенно забывал о них. А Серафима согласна умереть, чтобы только остались в живых ребятишки. Они для нее дороже всего на свете. Дороже его, хоть она и не высказала этого. Да ты не кричи. Ты посоветуй, что делать, — попросил он, взял лежавшую у нее на коленях рубашку старшего сына Саньки, о котором еще три года назад сказал ему учитель станичного училища, что это весьма одаренный мальчик. За сочинение по русскому языку учитель ставил Саньке только пятерки с плюсом и говорил, что никогда никому не ставил таких отметок. Серафима помолчала, подумала и сказала, — Поедем, Елисей, домой. Недаром говорится, что покорному голову меч не сечет. Может, ничего тебе и не сделают. А в Мунгаловском можно и не жить. Уедем куда-нибудь с партизанских глаз и будем жить, как Бог пошлет. Коргин встал, подсмотрел на разметавшихся во сне ребятишек, вытер набежавшую на глаза слезу и, содрогнувшись от решимости пожертвовать ради них своей жизнью, тихо сказал, — Была не была. Поедем. Только я не просто поеду. Темной октябрьской ночью Коргин, Егор Большак и Кузьма Поляков переправились на русскую сторону. Перевозили их ординарцы Кайгородовы. Через два часа после этого в другом месте пристала к китайскому берегу лодка, которой правила Ленка Гордова, одетая в штаны и мужские сапоги. Назад она увезла Серафиму Коргину и ее сыновей, ничего не знавших о том, куда и зачем они едут. Рассвет застал Коргина и его спутников в трех верстах от Мунгаловского. Они поднялись на большую Услонскую сопку, перевалили ее и оказались в раздетом листопадом лесу. Теперь до поселка было рукой подать. Над ним подымались в сизое небо десятки высоких столбов дыма, сливаясь в темное облако. Привязав коней на выстойку, казаки заварили чай, позавтракали и улеглись спать. Когда проснулись, был яркий и тихий осенний полдень, зазывно голубели распахнутые насти ждали, блестела внизу драгоценка, лежали на горных склонах золотые и черные квадраты пашин, с желтыми шнурами велись в полях дороги, разбегаясь во все стороны от поселка. По всем дорогам двигались сейчас телеги, шла пора с кирдовки. Каргин поднес к глазам бинокль и стал разглядывать едущих в поселок со снопами людей. Потом подмигнул Егор Большаку и завел издалека неизбежный разговор. — Люди работают и ничего не знают. — А что им надо знать-то? — спросил Большак. — Да хотя бы то, что будет у них завтра большой переполох. Ночью должны убить Семена Забережного. — Кто же это его кокнет? — Мы. — Нам поручено его ликвидировать. — Раньше об этом я вам сказать не мог. Такого был приказ Кайгородова. Давайте поговорим, что вы думаете. — Начнем с тебя, Поляков. — А что тут говорить? — Убивать так будем убивать. Сеньку давно следовало ухлопать. — Не знаю, как от вас, а от меня он не сорьется. Я ему с удовольствием вот эту картошку в окно подкину, — показал он на привешенную к поясу гранату-лимонку. — А потом пущу под крышу красного петуха, чтобы нельзя и понять было, что с ним поделилось. — Ну, а ты, Егор, что скажешь? — Егор сорвал с себя папаху, хлопнул ею озень. — А я вот что скажу. — Не надо нам этого делать. — Оброни нас, Бог, от такой штуковины. Убьем мы Семена или не убьем, а дело наше все равно хреновое. Рано или поздно придется идти на поклон к красным. Так уж лучше это сделать сейчас, пока нового греха на душу не взяли. Давайте поедем прямо к Семену и по совести обо всем расскажем. Повоевали досыто, хватит с нас. — Ах ты, сволочь! — хватаясь за шашку, зарал Поляков. — Переметнуться вздумал? — Прощение заработать? — Варешь, не выйдет. Я тебя вперед, Сеньки, на тот свет отправлю. Постранись, Елисей. Сейчас я его зарублю такой матери. И он взмахнул выхваченной шашкой. Но Каргин предупредил его. Отрезая себе все пути назад за границу, выхватил он лежавший на готове за пазухой наган и в упор трижды выстрелил в Полякова. — А-а-а! — успел тот крикнуть, падая на заваленную листвой и хвоей поляну, не выпуская шашки из рук. Каргин дико вырубался, зажмурился от жестокой боли и в глазах у него заплясали багровые круги. Тряхнув головой, пересилил свою слабость, повернулся к потрясенному не менее его большаку. — Ну вот и все, Егор. Без крови, как видишь, не обошлось. Пусть это будет последней на нашей совести кровь. А теперь чему быть, того не миновать. Поедем к Семену на исповедь. Появление их в поселке озадачило всех, кто повстречался. Озадачило оно и Лукашку Ивачева. Он только что вернулся со снопами и распрягал в ограде лошадь, когда они на рысях проехали мимо него. Он вырогался и кинулся в избу за винтовкой. Набегу, заряжая ее, он выбежал за ограду. Отличный стрелок, он хоть одному из них да всадил бы пулю в спину, если бы не успели они свернуть переулок, ведущий к Селеревкому. Тогда он вскочил на неоседланного коня и помчался вслед за ним. В Селере в Коми находился один Ганька Улыбин. Он сидел за столом и трудился над составлением поселенного списка. Внеся в самую широкую графу, шедшую под номером 130-м фамилию Лопатина Никулы Венедиктовича, он усомнился, правильно ли записал его имя. Ганька, подумав, переправил имя на Николай и, огорченный помаркой, принялся чесать затылки. Вдруг в читальне, через которую проходили посетители, прежде чем попасть в комнату Селеревкома, послышались грузные шаги. В дверь постучали. Придав своему лицу выражение чрезвычайной занятости, Ганька склонился над списком и только потом отозвался. «Войдите!» «Здравствуй, Ганя!» — сказал чей-то явно знакомый голос. Ганька поднял голову и сразу вскочил, как ошпаренный. Перед ним стоялись винтовками за плечами Елисей Каргин и Егор Большак. Нераздумывая, рванулся он к стоявшей в углу винтовки, отобранной недавно уходившего в белых казака. «Да ты не бойся!» — закричал Каргин. «Чего ты так всполошился?» «Мы, брат, сдаваться приехали». Не слушая его, Ганька схватил винтовку, передернул затвор и скинул ее на вошедших. Только вперед выступил Егор и, виновато посмеиваясь, быстро-быстро заговорил. «Брось ты винтовку, Северьяныч! Мы, паря, с покорной головой явились!» «Теперь не нас, а мы должны бояться. Забирай у нас винтовки, да зови Семена. Мы ему все расскажем, как на исповеди». И он принялся снимать с себя винтовку. Каргин последовал его примеру. В это время дверь распахнулась, и в комнату ворвался запыхавшийся, иступленно злой Лука Ивачев. Не говоря ни слова, он размахнулся винтовкой, чтобы двинуть прикладом стоявшего к нему спиной Каргина. Но приклад задел задверную колоду с такой силой, что винтовка выпала из рук Луки. Пока он подымал ее, Каргин и Большак успели обернуться. Лука отскочил к порогу и, глядя на них свирепо вытрощенными глазами, передергивал затвор винтовки. Ганька успел ему крикнуть. «Не трогай их! Они сдаваться приехали!» «Сдаваться?» — заорал Лука. «Больно нам это надо! Сейчас обоих уложу!» Отступая еще дальше, вскинул он приклад к плечу. Побелевшие Каргин и Большак покорно ждали своей участи. Тогда Ганька бросился к Луке, схватил его за винтовку. «Не надо, Лука! Не дам я тебе убивать их! Разве не видишь, что они винтовки бросили?» Пришедший в себя Каргин тоже закричал Луке. «Убить вы нас успеете! Никуда мы и не денемся! А сейчас нам Семена давай! Мы ему все объясним! А там ваше дело, казнить или миловать!» Остывая от ярости, Лука поставил винтовку к ноге, криво усмехнулся. «Ну, молите Бога за Ганьку, господа заграничники! Навел бы я вам суд, кабы не он!» «Что это сдаваться-то позвало?» «Зовите Семена, тогда все узнаете!» «Где Ганька Семен?» «Дома! Пошел чай пить!» «Собери-ка ты эти беломандитские пукалки!» Показал Лука на винтовке. «Да сбегай за Семеном! Этих залетных коршунов я покараулю!» Был Лука горяч да отходчив. Когда Данька ушел за Семеном, он усадил Каргина с большаком в передний угол, а сам сел на стул у порога. Оглядев их с ног до головы, беззлобно сообщил. «Тебя, парик Аргин, все равно хлопнул! Зря ты явился! Не миновать тебе расстрелы! Шибко уж ты насолил нам! Егор еще может и пожалеем, а у тебя один конец пули в лоб!» Большак заметно повеселел от его слов и даже отодвинулся от Каргина. А Каргин помрачнел, насупился и, не отвечая ему, думал. «Убьют должно быть! Если все так настроены, как Лукашка, дела мои швах! Пощады от таких не дождешься!» Там, за границей, ему казалось, что стоит вернуться и все рассказать про себя, про Кайгородова, Ярсакова, и вина его будет искуплена. Но, судя по всему, ничем их не проймешь, добрым для них не сделаешься. «Лукашка этот только орет, а вот Семен тот орать не станет, если и у него такое же настроение на месте ухлопает. Взять, пока не поздно убить Лукашку и уехать, куда глаза глядят». И он осторожно щупал лежавший за пазухой револьвер, размышляя, не выхватить ли его, не выстрелить в эту противную рожу ничего не подозревающего Лукашки. Егор, словно заподозрив что-то, покосился на него и стал доставать из кармана шинели китайские сигаретки в яркой упаковке. Каргин, в свою очередь, гневно посмотрел на него и провел рукой по губам, приказывая помолчать. Тот чуть заметно кивнул ему головой в ног согласия, а сам повернулся к Луке, протянул ему пачку с сигаретками. «Закури Лука, заграничных, душистые пари. Давай, давай, покурим китайских, сравним их с нашей зеленухой». «А ты, Каргин, чего не закуриваешь?» «Все здоровью навредить боишься. Этого тебе бояться теперь не к чему. Дело твое ясное, здоров, а помрешь еще до зимы». «Значит, меня определенно стукнут?» спросил злоусмехаев Скаргин и сунул руку за пазуху. У Егора перекосило от страха рот, а Лука спокойно разглагольствовал. «Конечно, стукнут». «Я вот теперь отошел, и пока я трезвый, ты меня можешь не бояться, не убью. А вот когда выпью, не поручу из-за себя. Власти могут тебя и помиловать. У нас ведь ДВР. В городах, говорят, даже купцам и фабрикантам ничего плохого не делают». «Им что же? Разрешают торговать и хозяйничать?» «Разрешают. Куда же денешься, раз у нас буфер?» «Вы живут пока вольготно». В комнату стремительно вошел Семен, одетый в синей галифе и зеленую стегунку с наганом на боку. Каргин и Большак вскочили на ноги, бросили руки по швам. «Ну, с чем пожаловали, господа белобандиты?» Глянула на Каргина пристально и зло. «С покорной головой явились. Сейчас отправлю вас в завод. Пусть что хотят, то и делают с вами. Только мы о вас доброго слова не скажем. Понятно?» «Понятно», — вздохнул Каргин. «Хорошего я для себя и не жду. А появился я здесь из-за тебя, иначе бы жил и жил за границей. Из-за меня? Это отчего же? Нам приказали тебя убить, а мы с Егором сказали себе, что лучше сами пропадем, а тебя убивать и не подумаем». «Ну, спасибо», — усмехнулся Семен. «А чем вы докажете, что вас меня убить послали?» «Доказать, Семен, это просто. В Услонском лесу мы Кузьку Полякова пристрелили. Он был с нами и хотел во что бы то ни стало с тобой разделаться. Не убей мы его, он бы нас зарубил». «Кому же это понадобилось убивать меня?» «Союза казаков Дальнего Востока. Слыхал о таком?» «Слыхал, как же. Ну так вот что, ни единому вашему слову я не верю, этим меня не купите. Знаю я вас, благородных. Наговорите с три короба, а только не разжалобите, не задобрите. Ученые мы теперь. Лука, садись, брат, на коня, докликни с десяток партизан. Поедем смотреть, где они унгерновца своротили». Лука ушел. В селере в коме остались Семен с Ганькой и Коргин с Большаком. Семен старался не глядеть на них и не разговаривать. Ни одного доброго чувства не шевельнулось у него к Коргину. Он ему не верил и по-прежнему считал врагом. Когда Семен, повернувшись к нему спиной, рылся в шкафу с делами, Коргин долго наблюдал за ним, потом окликнул. «Семен, ну что еще? Возьми у меня револьвер». И он подал ему рукояткой вперед свой наган. «Обыскать меня Лука с Ганькой забыли, и сам я про него забыл. Вперед вспомнил. Бери». Семен молча взял у него револьвер, проверил, заряжен ли, и сунул его к себе в карман. Заложив левую руку за ремень, которым был подпоясан, он походил по комнате, потом уселся на подоконник. «Никак я не думал, что ты одним из первых домой пожалуешь». «На что же ты надеялся?» «Ни на что не надеялся. Просто оказался в таком переплете, что ничего другого не оставалось», ответил Коргин, и принялся было рассказывать про Кайгородова, но Семен оборвал его. «Расскажешь все начальнику госполитохраны?» «Мне тебя слушать сейчас некогда, вон уже партизаны едут». Когда партизаны собрались, Семен сказал им, «Никому не говорите, что Коргины Большак вернулись. Ты, Ганька, тоже помалкивай. Особенно не распространяйтесь о том, что они куйску пришили. Тут еще много дел будет». Сумерки, накрытого брезентом Полякова, на телеге привезли в поселок, ездившие за ним партизаны. Семен осмотрел его и приказал положить в ледник на бугре за поселком, в котором держали до приезда властей всех, кто кончал с собой или умирал в насильственной смерти. К леднику выставили охрану. Потом Коргина и Большака усадили в запряженную паре лошадей телегу и под конвоем Семена и еще четверых партизан повезли в завод. За кучера в телеге сидел Лука. Всю дорогу он вязался к своим невольным пассажирам с расспросами и разговорами. «Помнишь, Коргин, как мы вам всыпали в горном зерентуе?» спрашивал он. «Вы ведь тогда от нас в одних кальсонах драпали». «Было и такое», нехотя согласился Коргин, а Егор охотно подтвердил. «Я, как и есть в одних подштанниках, десять верст удирал. Сунул ноги в валенки и на коня. Хорошо, что Большого Мороза не было. Чтобы обморозился». «Да побегали вы от нас», удовлетворенно констатировал Лука. «Трусы вы оказались отменные. Что, Коргин, молчишь? Нечем крыть? Оно ведь и по-другому бывало. Случалось, и вы от нас без штанов удирали. Вспомни-ка про солонцы». «Гляди ты, что вспомнил, солонцы. Там, верно, получилась паника. Врасплох вы на нас насели. А как вы в Бакалейках-то жили? Однако и погуляли же. Вина там хоть залезь. Эх, мне бы туда на недельку закатиться. Так бы погулял, что и на том свете с удовольствием бы вспомним. Вы случайно вина с собой не захватили? «У меня два банчка спирту с собой было», — сознался Егор. «Ну, если все для вас хорошо кончится, мы этот спирт с тобой разопьем. Уж мы за твой счет нарежемся. Только когда подвыпьем, прячься от меня». «Это я тебе заранее говорю». Нагнавший телегу Семен, услыхав слова Луки, строго прикрикнул. «Прекрати разговоры. Ты не на свадьбу с ними едешь. Нечего язык распускать, вродню к ним набиваться». «А ты мне не указывай», — огрызнулся Лука. «Я не маленький, сам все знаю. Лишнего не говорю, а молчком ехать совесть не позволяет». Коргин горько рассмеялся про себя. С Лукой, который хотел его убить и наговорил ему всяких ужасов, чувствовал он себя более просто, чем со сдержанным и непримиримым Семеном, от которого так и разило холодом. Утром Коргина повели на допрос к начальнику уездной госполитохраны. Он знал, куда его ведут, но не подозревал, что там предстоит ему встреча, который он так боялся с первых же дней революции. Войдя в просторный, залитый утренним солнцем кабинет, он увидел на фоне раскрытого настежь большого окна человека с тяжелым взглядом, с многочисленными складками на широком мрачном лице. Он стоял за массивным письменным столом, прямой и неподвижный, с крепко стиснутыми зубами. На руках его защитного френча были нашиты красно-синие ромбы. «Ух и суровый!» — подумал Коргин. «Так и сверлит глазами. Сразу видно, что камень, а не человек. Хорошо, что не все знает про меня». Вдруг громкий и возбужденный возглас этого незнакомого человека заставил Коргина сначала вздрогнуть, а затем похолодеть. «Черт побери, что это такое? Кого я вижу? Елисей Коргин, что ли?» «Так точно. Коргин, гражданин начальник». «Ну вот и свиделись мы с тобой, Коргин!» — процедил сквозь зубы начальник. «Что же ты, не узнаешь старого знакомого, господин поселковый атаман? Мы с тобой давно друг друга знаем». Чувство дикого страха и обреченности захлестнуло Коргина. Глядя в злой насмешливо суженные глаза, уставленные на него, он, наконец, понял, что случилось то самое, о чем он боялся даже думать. Перед ним стоял кузнец Нагорный, теперь начальник страшной большевистской госполитохраны. Ни на что не надеясь больше, он стоял и ждал, что будет дальше. «Подойдите к столу и садитесь», — переходя на «вы», — приказал ему Нагорный. Коргин сел на скрипнувший стул, уставился глазами вкрашенный охрой пол. Сердце его билось то сильными неровными толчками, то замирало, бросая его в холодный пот. Нагорный опустился на свой стул, с минуту помолчал, потом пододвинул Коргину кожаный портсигар с папиросами. «Закурите, чтобы успокоиться». «Благодарю. Табаком отродясь не грешил». «Вы что, старовер?» «Нет, православный. Просто как-то не научился». «Если можно, разрешите выпить воды, у меня голова закружилась». «Пожалуйста». Нагорный пододвинул ему графин с водой и стакан, а портсигар убрал в ящик стола. Жадно выпив воду, Коргин тяжело вздохнул. Нагорный, усмехаясь, спросил. «Что, с жизнью расставаться собрались, Коргин?» «Приходится. Ничего не сделаешь». «Вон как!» — воскликнул Нагорный, избиваясь на «ты», поспешил высказаться до конца. «Ты что же думаешь, раз попал ко мне в руки, то я мстить тебе буду за прошлое? Мстить я не собираюсь». «Не затем я поставлен на такую должность, чтобы сводить с кем-то личные счеты. Мы боремся с врагами, которые не сложили оружие. Тем мы пощады не даем. А твое дело совсем другое. Был ты когда-то отпетым старорежимцем, усердным служакой. По твоей милости меня схватили и упекли на каторгу. Но ведь сейчас-то ты явился с повинной. Забережный мне уже кое-что рассказал о тебе, только забыл предупредить, что ты тот самый Коргин, который мне дорого стоит. Вот почему я и удивился, когда узнал тебя. А теперь начнем нашу беседу. Чтобы держаться поближе к сути дела, я буду задавать вопросы, а ты отвечать на них». Нагорный вынул из стола портсигар, закурил. Сделав две-три затяжки, сунул папиросу в чугунную пепельницу и спросил, снова переходя на вы. «В феврале двадцатого года вы пытались поднять в заводе восстание против атамана Семенова. Что вас столкнуло на это? Надоели расстрелы ни в чем не повинных людей. Вы что же, участвовали в расстрелах? Нет, нет. Что вы?» Испугался Коргин и тут же понял, что необдуманно отвечать опасно, можно наговорить на себя лишнего. «Почему вы после восстания не ушли к партизанам?» «По двум причинам, гражданин начальник. У нас было тайное свидание с партизанскими парламентерами. Сговориться мы с ними не могли, никаких уступок сделать нам они не согласились. Тогда мне и многим другим ничего не осталось, как только уйти за границу. Явиться с покорной головой к партизанам я побоялся, считал, что меня расстреляют». «Вы что же считаете, что сильно насолили нам?» «Да не то чтобы крепко, а насолил», — потупился Коргин. «Был я три месяца командиром станичной дружины, воевал с вами, даже ранил в бою партизана Кушаверова. Его я и тогда боялся, да и теперь потрухиваю, хоть ранил его по неволе, спасая свою жизнь». «Что же тогда заставило вас вернуться из-за границы?» «Создание ДВР?» «Нет, не это. Приказали мне убить Семена Забережного, а убивать его я не хотел. Вот и пришлось домой заявиться. Но если бы знал, что Нарвус здесь на вас, то, пожалуй, бы не решился на это». «Ну что же, спасибо за откровенность, Коргин», — рассмеялся Нагорный и продолжал. «От кого вы получили такой приказ? И почему именно вы?» «Долго об этом рассказывать». «Ничего, рассказывайте, время у нас есть». Коргин помолчал, не зная, с чего начать, и набираясь решимости для откровенного разговора. Потом начал говорить. Нагорный терпеливо слушал его, не перебивая, и только изредка, когда случались паузы, просил продолжать. Чувствуя все время на себе его изучающий и словно подталкивающий взгляд, Коргин рассказал историю своего вступления в союз казаков Дальнего Востока, о денежной помощи, полученной от него, о полковнике Иванове, в чьем распоряжении оказался месяц назад. Нагорный уже считал, что ничего важного для себя не услышит. За месяц Коргин многого сделать не мог. Пожалуй, Иванов только и поручил ему одно единственное задание, которого он не захотел выполнять, и, боя за свою жизнь, вынужден был явиться с повинной на русскую сторону. Чтобы окончательно удостовериться, что так оно и есть, он перебил Коргина и спросил. — Сколько и каких заданий вы успели получить от Иванова? — Три задания. — Что это за задание? — Первый раз полковник Иванов поручил мне встретить и перевезти через Аргунь одного перебежчика. — Этого перебежчика вы знаете? — спросил Нагорный и получил ответ, которого никак не ожидал. Коргин, вызывающе, заявил. — Да, знаю. Это начальник вашей милиции Челпанов. — Вот как? — не сдержался и выдал свое изумление Нагорный. — Продолжайте, продолжайте. Я вас слушаю. Когда я перевозил Челпанова, он случайно проговорился и дважды назвал Иванова Кайгородовым. А я потом стал разузнавать, кто такой этот Кайгородов. Всего я не разузнал, но от одного человека мельком слышал, что у Семенова начальником контрразведки в Нерчинске был Есаул Кайгородов. — Неужели это тот самый Кайгородов, — воскликнул Нагорный, заерзав на стуле. — Если это все так, то вы сообщили нам исключительно важные сведения, гражданин Коргин. Это вам зачтется. Мне осталось только поблагодарить вас. — А где теперь может находиться Челпанов? — По-моему, у Кайгородова. Они с ним, как я понял, старые друзья. Челпанов его в разговоре со мной Гошкой назвал. Нагорный поднялся и сказал, — Разговор наш пока прекратил. — За свою жизнь можете не бояться, ничего плохого не сделаем, но некоторое время вам придется погостить в нас. Знает ли о том, что вы мне сообщили Большак? — Не знает? — Очень хорошо. Нагорный позвал своего помощника, курчавого и круглолицого парня в красных суконных галифе и зеленой гимнастерке, и приказал ему устроить Коргина в одной из комнат госполитохраны, подать ему туда обед и снабдить газетами, а сам стремительно удалился. Вечером он снова вызвал себе Коргина, спросил, как он провел время и хорошо ли его накормили. Потом подошел к нему, положил руку на плечо и спросил, — Не согласитесь еще разок прогуляться за границу? — Далеко ли? Внутренне вздрогнув, поинтересовался Коргин. — Да челбутинских бакалеек. — Буду вполне откровен. Мы снеслись по телеграфу с Читой и передали туда сообщенные вами сведения. Наше правительство не может мириться с тем, что Семеновым создан на самой границе разведывательный и диверсионный центр, во главе которого стоит известный всему Забайкалью палач Кайгородов. — Делать на этот счет представление генералу Джан-Золину бесполезно. Он исполняет то, что ему прикажут японцы. Он не согласится убрать с границы Кайгородова и выдать нам уголовного преступника Челпанова. Значит, нам самим нужно побеспокоиться о нашей безопасности. Мы получили приказ взять и доставить в завод Кайгородова и Челпанова. Вы знаете, где они живут и как попасть к ним, не привлекая к этому лишнего внимания. Согласитесь провести туда группу наших партизан? — Согласен, — не задумываясь, — ответил Коргин. Другой ответ мог ему дорого стоить. Это было совершенно очевидно. Тогда сейчас я приглашу сюда Семена Забережного. Группой будет командовать он. Встретив Семена, Нагорный сказал ему. — Ну, Семен Евдокимович, Коргин согласен быть вашим проводником. Давайте честно предупредим его, что будем следить за каждым его движением и займемся разработкой плана предстоящей операции. Опишите нам, Коргин, что собой представляет усадьба Есаула Росакова и как в нее лучше всего проникнуть. Назавтра, как только стемнело, из завода выехала к границе по дороге на Челбутинскую группа вооруженных всадников. Насчитывалось в ней двадцать человек. Из мунгаловцев в ней были Семен, Лукашка, Алёха, Соколов и Коргин, вооруженные кинжалом и наганом. Лукашка и Алёха все время держались рядом с Коргиным. Алёха до самой Аргуни не сказал ему ни единого слова. Зато Лукашка изрядно надоел своими предупреждениями, которые подкреплял, показывая ему то наган, то австрийский тесак, то ли севшую на поясе гранату. Коргин, в конце концов, не выдержал и сказал ему. — Брось ты, Лука, стращать меня. После встречи с Нагорном мне ничего не страшно. Вот человек так человек. Сразу видно, что идейный. Еду я, если ты хочешь знать по доброй воле. Кайгородова безвредить надо. Не хуже тебя я это понимаю. А тыкать мне в морду гранату подло с твоей стороны. Мы теперь и одной верёвочкой связаны. На границе тот же Лука, потолкавшись среди других партизан, которых Коргин в темноте не мог узнать, подъехал к нему и шёпотом предупредил. — Ну, Елисей, тут ведь чёрт несёт Кашаверова с его друзьями. — Они тебя стукнуть, — сговаривается. Ты ухо остро держи. Меня из виду не теряй. Поближе будь. При мне они не посмеют. — Спасибо, — сказал ему Коргин и приуныл. Но Лукашка на этом не успокоился. О подслушанном разговоре он сообщил Семёну, и тот подозвал к тебе Кушаверова и заявил ему. — Если с Коргиным что случится, под расстрел пойдёшь. Так что не дури. Ты меня знаешь, убью на месте. Коргин об этом ничего не знал. Но после такого предупреждения Кушаверов начал тоже оберегать его и больше всех боялся, чтобы с Коргиным чего-нибудь не случилось. Высшей Чалбутинской есть на Аргуни Брод. Он наискось пересекает реку на каменистом, круто обрывающемся перекате. За сушливые годы его можно переехать верхом и на телеге, не замочив ног. Но стоит немного отклониться в сторону, и рухнет телега в глубокий омут, где конь не достанет дна. Этим Бродом и решили воспользоваться знающие о нём партизаны. Осень стояла отменно сухая, и на середине реки давно желтела большая песчаная отмель, торчали из воды голубые, гладко отшлифованные камни. Предупреждённый заранее председатель Чалбутинского ревкома Замешаев ещё днём отправил к Броду две лодки с надёжными людьми. Под видом рыбаков обосновались они над заросшим густыми кустами островке, наблюдая за китайским, совершенно безлюдным в том месте берегом. В сумерки лодки выплыли котмели и стали на якорь, отмечая нижнюю грань мелководья. На них засветились красные огоньки потайных фонарей. Не выезжая на берег Каргуни, партизаны остановились в нешироком распадке у выкопанной в сопке пастушьей землянки. У входа в неё пылал на ветру костёр. Только Семён подошёл к костру, как из мрака вынурнул Замешаев, молодцеватый, подтянутый казачина высокого роста, взбитый на бекрень папахи. Он доводился дальним родственникам, фролу Балябину, у которого был в восемнадцатом году адъютантом. Потом вместе с Семёном и Романом скрывался в лесной коммунии, два года партизанил и, вернувшись домой, стал председателем станичного ревкома. — Здравия желает, товарищ командир полка! — подружески весел приветствовал он Семёна. На загорелом лице его была неподдельная радость. — В гости, значит, собрались? — Собрались. Да вот не знаем, обрадуется ли таким гостям. — Что тут у тебя слышно? — Ничего особенного, всё по-прежнему. — Меня с собой не возьмёте? Я здесь в полной боевой. — А хочется? — Ещё бы. Побывать в гостях всякому охот. — Бокалейки свои хорошо знаешь? — Любую лавку с закрытыми глазами найду. — Тогда возьмём. — Коргин, подойди сюда. Державшийся поодаль от Семёна Коргин подошёл к костру. Отблески огня легли на его широкое, сурово озабоченное лицо. Замешаев возрился на него удивлёнными, ничего не понимающими глазами. Семён ткнул его слегка в бок, усмехнулся. — Узнаёшь? — Узнаю. Видал я его в подметаллах у ты Сунхина. — Как он с вами очутился? — Сейчас узнаешь. Мои ребята тоже ничего не знают. — Товарищи, — обратился Семён к обступившим их партизанам. — Пора всем знать, куда и зачем мы едем. Нам поручено одно дельце. Идём мы в Чалбутинские бокалейки. Там сейчас проживает Семёновский контрразведчик полковник Кайгородов. Тот самый, который замучил в Нерчинском застенке сотни людей и расстрелял Балябина, Богомякова и Бронникова. Вместе с ним находятся удравшие из завода чалпанов. — Отсиживаются они в усадьбе Ясаула Рысакова. Эти гадюки одна другой хуже. Надо их обезвредить. — А откуда тебе известно о них? — спросил Кушаверов, ненавидящий взгляда которого всё время жгли Каргина. Об этом сообщил Каргин. — И ты веришь этому гаду? — Но-но. — Без гадов. — Посторожней на поворотах. — Он нас убивал, измывался над нами. Я по его милости чуть на тот свет не отправился. Увидь его к такой матери, пока не завёл нас в ловушку. Потеряв самообладание, злобно выкрикивал Кушаверов и бил себя кулаком в грудь. — Хватит орать, — перебил его Семён. — Каргин не врёт. А если ты боишься с нами ехать, можешь поворачивать обратно. Без тебя обойдёмся. Каргин по доброй воле согласился помочь нам скрутить офицеров и живьём доставить в завод. Он сейчас и без твоих угроз, как на иголках себя чувствует. — Мы ведь верить верим, а приглядываем за ним во все глаза. Он это знает. Поможет, спасибо скажем. На старый крест поставим. Всех, у кого горит на него зуб, предупреждаю. Троните его. На месте в расход пустим. Зарубите это себе на носу. Слова Семёна обрадовали Каргина. — Вот так человек. Молчал, косился на меня, а в обиду не даёт. Да я лучше сдохну, чем подведу его. — Разреши, товарищ забережный, сказать мне одно-два слова, — спросил он Семёна. — Скажи, скажи, Елисей, надо. Каргин шагнул в круг, порывисто снял с головы папаху. Партизаны уставились на него пристальными, полными жгучего интереса и насмешливого презрения, леденящего недоверия и непримиримой злости глазами. Он стоял перед ними внешне спокойный, осанистый, но чувствовал себя во власти растерянности и стыда. Это был суд, страшнее которого ничего не могло быть. Он потупил свою лобастую голову, не зная, что им сказать, как заставить понять их, что творится в его смятенной, опалённой тоской и раскаянием душе. — Я перед вами кругом виноват, — начал он тихим, проникновенным голосом, в котором помимо его воли звучали так ненавистные для него нотки покорности и унижения. Перезирая себя за это, он постарался говорить твёрже и решительней. — Оправдываться не буду и жаловаться не хочу. Всё равно словам моим не поверите. Делом, а если надо, собственной головой докажу, что я вам больше не враг. — А что же ты в глаза на мне смотришь? — Чего в землю уставился, — спросил Чубатов, когда-то чудом уцелевший при разгроме дружинниками партизанского госпиталя. — Неловко в глаза-то смотреть, — с веселостью обречённого сознался Каргин. — А не подведёшь? — Поможешь гадину Рысакова накрыть? — Раз вызвался, всё сделаю. — Врёшь, продашь! — снова крикнул Кушаверов. — Нет, не продам. — Хоть верьте или не верьте, а только... Он взмахнул правой, сжатой в кулак рукой и закончил. — Нет у меня камня за пазухой. Клянусь в этом. — Хватит, — Каргин кается, — грубо оборвал его Семён. — С этим успеется. Ты о деле говори. — Хорошо скажу. И он принялся рассказывать о том, как лучше всего пробраться в Рысаковскую усадьбу, не подымая шума. Чувствуя на себе всё те же ненавидящие, растравляющие сердце взгляды, он говорил, запинаясь, часто повторяя слово «значит». А когда кончил, весь лоб его был в поту. Незадолго до полуночи, ориентируясь по огонькам на лодках, начали переправу. Один за другим, подвязав повыше стремена, съезжались от логова в хрустящие гальки берега, в чёрную, как дёготь, воду. Кони тревожно всхрапывали, водили ушами, словно не узнавали ночной воды. Потом успокоились жадно и торопливо пили на ходу. Хорошо налаженная переправа продолжалась недолго. В половине первого с дозором впереди двинулись к бокалейкам. Все подтянулись и подобрались, положив винтовки поперёк стёр, чтобы в любую минуту иметь их под рукой. Впереди ехали Семён, Замешаев и Коргин, сведённые вместе превратностями судьбы. Пристально вглядывая синевато-чёрную непроглядь, поёживаясь от пронзительного ветра, они частенько поглядывали друг на друга. Чёрт-то его знает, что у него на уме думали Семён и Замешаев. О том же думал и Коргин, держа свой револьвер в кобуре, которую давно расстегнул украткой и сдвинул на самый живот. Когда до Росаковского дома, стоявшего на отшибе среди огородов, осталось не больше двухсот сажений, спешились в неглубокой низинке. С конями оставили пять человек, остальные двинулись по узкому проулку к усадьбе. Теперь их вёл Коргин, всем существом своим чувствуя, наставленный ему в спину на ган Замешаева, которому Семён поручил следить за ним. Кайгородов и Росаков были твёрдо уверены в своей безопасности. Они считали, что красные ни в коем случае не решатся идти за границу, боя со осложнений с китайцами. Кроме того, Кайгородов считал, что его пребывание на границе неизвестно госполитохране. В эту ночь у них в ограде, как всегда, дневалил один из его ординарцев. Остальные, которых было семь человек, спали в своей землянке. В полночь улеглись спать и Росаков со своей женой, и Кайгородов, на половине которого, кроме него, спали ещё Челпанов и адъютант, сотник побегов. В глухой предутренней тишине партизаны подошли к воротам усадьбы и замерли в ожидании. Каргин принялся стучать в калитку. Скоро в ограде послышались шаги дневального. Он неторопливо подошёл, громко спросил. — Кого надо? — Полковника Иванова отозвался Каргин. — А что надо сказать? — Верность и мужество. Прошла томительная минута, и вот калитка приоткрылась. Каргин проскользнул в неё. Когда дневальный стал закрывать её, Каргин приставил к его затылку дулош нагана. — Молчи и открой калитку. — Послушаешь? — Жить будешь, иначе убью. Дневальный затрясся непослушными от страха руками и распахнул снова калитку. Партизаны вошли в неё, связали дневального, забили ему в рот кляп. Потом оттащили от ворота и положили на брёвна. Теперь предстояло самое трудное. Нужно было проникнуть в дом и землянку, двери которых могли оказаться закрытыми. Людей в землянке решили пока не трогать. У входа в неё оставили четырёх человек с гранатами на готове. Остальные, крадучись, подошли к дому. Коргин поднялся на крыльцо, приналёг правым плечом на дверь. Она оказалась запертой изнутри и даже не скрипнула от его нажима. Он с минуты постоял в нерешительности, слыша нетерпеливый шёпот Семёна. Потом взгляд его упал на узкое окно рядом с дверью, не имевшая ставни. Он спустился с крыльца, сказал притаившемуся уточённого столба Семёну. — Лоха! Закрыто наглухо. Придётся через окно попадать. — Да ведь услышат. Другого всё равно ничего не придумаешь. — Давай, а? — Ладно, попробуем. Они поднялись на крыльцо, подёргали поочерёдно раму. Она держалась скрепко. Коргин мысленно перекрестился, стал нащупывать в темноте гвозди, которыми была прикреплена рама к колодам. Всё время он боялся, что из сеней грянет выстрел. Но всё было тихо. Тогда он принялся кинжалом отгибать гвозди, стараясь держаться ближе к стене. Семён нетерпеливо следил за ним. И вот, наконец, гвозди отогнуты. Коргин потрогал раму. Она поддалась его усилиям. Он тихо вынул её и прислонил к перилам. Вытерев перчаткой заливавшие глаза пот, полез в окно, стараясь протиснуться в него боком. Пролез, спустился в сене, нащупал засов, отодвинул его, и дверь открылась. Семён, сделав партизанам знак следовать за ним, вошёл в сене. Коргин шепнул ему. — Здесь должна быть лампа. — Зажечь её? — Зажигай. — В темноте друг друга перестреляем. Когда лампу зажгли и приготовились, Коргин показал на дверь справа. — Это Кайгородову? — А Рысаков где? — спросил свистящим шёпотом Чубатов. Коргин молча показал на дверь слева. — Я буду брать Рысакова, потряхивая с зажатым в руке наганом, — сказал Чубатов. К нему присоединились Никандор Корецкий и Кушеверов. Семён тихо потянул Кайгородовскую дверь. Она подолаз. Тогда он рывком распахнул её до отказа и очутился в освещенной, привёрнутой лампой прихожей, где спал на деревянном топчине курчавый адъютант. Вошедшему следом за ним Коргину он приказал кивком головы начинать. Адъютант спал на спине, положив согнутую в локте левую руку на лоб. Коргин взял его за руку, тихо окликнул. — Анатолий Сергеевич! Адъютант открыл глаза и увидел дуло наставленного на него нагана. Дикий ужас плеснулся в его глазах. — Тихо! Анатолий Сергеевич! — предложив палец губам, — сказал Коргин. — Иначе убьём. — Где Кайгородов и Челпанов? — Там оба, — показал он на белую филёнчатую дверь в комнату. — Вы нам не нужны, нужны те, — сказал Коргин. — Берите лампу и ведите нас к ним, только без фокусов, если хотите жить. — Сейчас, господа, сейчас разрешите надеть брюки. — Не надо, шагай без брюк, — приказал Семён. — Потом оденешься. Трясущийся адъютант взял лампу и с приставленным к затылку наганом Семёна пошёл в комнату. Кайгородов спал на кровати лицом к стене. Свет лампы не потревожил его. Но Челпанов, занимавший диван у передней стены, спал на боку лицом к двери. Он проснулся, сел на диване и закричал тонким, пресекающимся от страха голосом. Коргин подбежал к нему, приставил к груди наган, руки вверх. А Семён и Лукашко навалились на вскочившего с кровати Кайгородова. Он отбросил их от себя и ринулся к кровати, чтобы схватить лежавший под подушкой наган. Тут его и настиг Замешаев, отличавшийся завидной физической силой. Он ткнул его кулаком в затылок, и Кайгородов, потеряв равновесие, упал на кроватничком. Замешаев схватил его сзади, заломил ему за спину руки и крикнул «Давайте верёвку». Когда всё было кончено, Семён обратился к запалённо дышавшему и смертельно бледному Кайгородову. Ну, полковник Кайгородов, давай познакомимся, забережный. Слыхал о таком? Что вам от меня угодно? Ничего особенного. Повезём на русскую сторону, где будем судить по заслугам. Добром поедешь или как? Никуда я не поеду. Можете на месте убивать. И тут, увидев Каргина, сказал ему с бессильной яростью. «Это ты нас предал, сука!» «Как я не раскусил такую сволочь!» — заскрежетал он зубами. «Нечего сволочить людей!» — прикрикнул на него Семён. «Не хочешь ехать здесь вздёрнем, как собаку?» «Ну, а ты, Челпанов, поедешь или тоже хочешь в петли болтаться?» «Поеду, товарищ забережный, поеду. Я всё расскажу вам, всё. Я тебе не товарищ. Надевай штаны, собирайся. А тебя, Кайгородов, мешок затолкаем, приторочим к седлу и повезём, как свинью на базар». Кайгородов промолчал. Семёнов приказал его одеть силой, чтобы он не замёрз в дороге. На него надели полушубок, бурку, спеленали снова верёвками и приготовились толкать в мешок, когда появились в комнате Чубатов, Корецкий и Кушаверов. «Где Рысаков?» — спросил у них Семён. Сопротивлялся. Шашку успел схватить, пришлось хлопнуть. «А баба его?» «И бабу тоже. Визжала и кусалась так, что мне чуть палец не откусила». «Врёшь, подлец!» «По глазам вижу, что врёшь. Ладно, приедем домой, разберёмся. Помогайте этих коням доставить». «А что будем делать с теми, которые в землянке?» — спросил Корецкий. «Может, гранату им подкинем?» «Если не проснутся, пусть спокойно спят. Они нам не нужны. Подоприте дверь землянки бревном. Окно закройте доской и тоже подоприте. Пусть их потом кто хочет, тот и вытаскивает оттуда. Они же не офицеры». Офицеров вынесли из ограды в проулок. Туда уже были доставлены коноводами кони. На трёх запасных коней усадили Чолпанова и адъютанта, связанных с кляпами во рту. Когда стали привязывать к седлу Кайгородова, он понял, что ехать в мешке не сладко и попросил вытащить его из мешка посадить в седло. «Правильно рассудил, полковник», — рассмеялся Семён. «Иначе, пожалуй, пришлось бы тебе в мешке раза два за дорогу обмораться». Спавшие в землянке казаки так ничего и не услыхали. А, может быть, и слышали, да решили молчать, чтобы спасти свою шкуру. На рассвете партизаны переехали через Аргунь и направились в Нерчинский завод. Почта приходила в Мунгаловской раз в неделю. Селеревком получал сразу шесть номеров правительственной газеты «Дальневосточный путь». Долго в ней не было сообщений о военных действиях, но поздней осенью они появились снова. В Приморье Белые начали решительное наступление против Народно-революционной армии. Капелевский пехотный корпус генерала Молчанова и Семёновский кавалерийский корпус генерала Смолина с ожесточенными боями продвигались к Хабаровску. Получив газеты с военными сводками, Семён решил в тот же вечер собрать всех партизан. Дело было в субботу. По заведённому в посёлке обычаю все в тот день мылись в банях, партизанины стали собираться в ревком только после того, как хорошо попарились, отдохнули и не спеша поужинали вместе со своими семьями. Был уже десятый час вечера, а многие ещё не пришли. Озабоченный Семён отчаянно дымил трубкой, сидя за своим столом в папахе в расстёгнутом полушубке. Он то и дело поглядывал в незакрытые ставнями окна на залитую серебристым лунным светом снежную улицу. Пришедший раньше всех Симон Колесников, аккуратно подстриженный и гладко выбритый, сидел напротив него и читал по складам одну из свежих газет, без конца подкручивая свой русый уз. Постепенно подходившие партизаны заглядывали в раскрытую дверь ревкома, здоровались с Семёном и уходили в расположенную рядом читальню, откуда доносились весёлые голоса, слышался раскатистый хохот. В читальне жарко отопилась обитая понизу железом и выкрашенная зелёной масляной краской печка-голанка. У её раскрытой топки сидел на низенькой скамейке и вязал пёстрый чулок ревкомовский сторож Анисим Рублёв, гололицей, с тонким бабьим голосом бобыль по прозвищу Двуснастный. Вязальные спицы ловко ходили в его тонких, не по-мужицки белых руках. Заходя в читальню, партизаны глядели на него, как на диковинку, про себя посмеивались над ним. Анисим сжевал, аппетитно пощёлкивая серу, которую жуют по всему Забайкалью все девки и бабы, и ни на кого не обращал внимания занятый своим рукоделием. Позже всех туда шумно ввалился на смешливый и горластый Потап Лобанов. Был он в новых белых унтах и в чёрно-жёлтой шапке из лисьих лап. Он уселся неподалёку от Анисима, с минуту молча наблюдал за ним, потом с весёлым смешком сказал. — Ну, парь Анисим, ты у нас ни дать ни взять баба, да и только. — Серу жуёшь, чулок не хуже самой лучшей бабы вяжешь. И где ты так наловчился? Анисим в ответ лишь мягко и застенчиво улыбнулся, отложил в сторону чулок и принялся железной кочергой шхуровать в докрасно-раскалённой печке. Тогда в разговор вмешался красный и гладко причёсанный после бани прокоп носков. Это его наша матушка Пападья научила. Ведь пока Анисим церковным трапезником был, она его прямо за своего работника считала. Он у неё и печки топил, и ребятишкам пелёнки стирал. Только ей и этого мало было. Она его ещё и чулки на продажу вязать заставляла. — Правду, я говорю, товарищ Рублёв, обратился он за подтверждением к Анисиму. Обманутый серьёзным видом прокопа и доброжелательным его обращением к себе, Анисим с готовностью ответил жалобным голосом. — Правда, товарищ Носков, всё как есть правда. Она на мне только что верхом не ездила. Натерпелся я от неё, не приведи господи. В конце рассказа Анисим тоненько хихикнул и жеманно прикрыл свой тонкогубый рот согнутой корыцем ладошкой. — Говорят, ты ей и спину в бане тёр. Неужели это было? Вот уж это враньё не закричал, а взвизнул Анисим, и голое скопческое лицо его словно окунули в морковный сок. Видя всеобщее и нехорошее любопытство к себе, слыша надсадный смех, он растерянно озирался по сторонам с выражением стыда и гнева в голубых, обычно по-женски кротких и ласковых глазах. — Выходит, она его, братцы, и за мужика не считала, — заорал Потап. — Вот чёрт, а не попадь я! — Тьфу, тьфу, тьфу! — трижды сплюнул себе под ноги Анисим и крикнул Потапу. — Типун тебе на язык! — Эка какую гадость-то говоришь! Слушать тебя бесстыжего тошно! И, ни на кого не глядя, он выбежал из читальни, бормоча что-то совсем непонятное. После его бегства всем стало неловко. Все смущенно вздыхали, покашливали, лезли в карманы за кисятами. Лука Ивачев, заставший только конец этой сцены, сказал Потапу, — Довёл ты человека своим жеребячим ржанием! Зла в тебе на десять собак хватит! Никакой меры шуткам не знаешь! Бьёшь прямо под сердце! А ведь этот Анисим, разнесчастный он человек! Родила его какая-то дура в девках, и к купцу Чапалову на крыльцо подкинуло. Тот его и дня дома держать не стал, в приют увёз. Вырос там Анисим ни мужиком, ни бабой. Пристроился потом в трапезнике, и десять лет сосали из него кровь поп с попадьёй. — Ладно, ладно, — грызнулся Потап, — брось тут проповеди читать. Ты вон Ивана Сухопалова в кровь избил, застрелить грозился, а я тебе ни слова не сказал. Здесь все зубы скалили, нечего одного меня виноватить. — А что же, по-твоему, мне оставалось сделать с Сухопаловым? Изменяясь в лице, спросил Лука. — Сказать, ах, извините меня, Иван, ах, простите, а хомут-то у тебя краденый, так что ли? Тебе хорошо рассуждать-то. У тебя и дом целый, и хозяйство, какое оно не есть, сохранилось. — Да брось-то к нему Лука вязаться, — вступился за Потапа Прокоп. Брякнул он не со зла, а по дурости, можно сказать. — Давай, садись редком, да закурим мы его, он у меня глаза ест, мозги прочищает. — Давай, давай, — неожиданно для всех согласился, хитро посмеиваясь, Лука, и подсел к Прокопу. Закурив, похвалил самосад, потом спросил. — Ну, как она жизнь, товарищ Носков? — Да ничего, не жалуюсь, живу, хлеб жую. — Говорят, все богатеешь, вторую пару быков будто покупаешь. — Да нет, пока не собираюсь, на одну ты кое-как избился. — Не прибедняйся, не прибедняйся, займел тебя. Мурзина, ненавидящим взглядом, криво усмехнулся. — Нет, отчего же не дать? — Могу хоть одному, хоть другому, вшей, со своего гашника взаймы без отдачи пожертвовать. — Этого добра и мы тебе ссудить можем, ответил, посмеиваясь Мурзин. Ты мне лучше золотишко дай. У тебя, похоже, одна из куриц золотыми яичками несется. Ты ведь через год-два пошире Чапаловых развернешься. — Не болтай ты, Гаврила, чего не следует, сердито раздувая усы, вознегодоваясь, сказал Прокоп. — Городишь всякую ерунду, а люди могут за правду принять. Откуда у меня деньги-то? Коня я на корову стелком выменил, за быков всю муку выгреб, какая лишняя была. — Откуда же у тебя лишняя мука? — поинтересовался кто-то со стороны. — Да вот, как-то удержалась, баба у меня бережливая. — Гляди ты, какое дело! Хоть бы она мою бабу научила, как это делается, продолжал донимать Прокопа Мурзин, видя кругом сочувственные взгляды. — Ты вон на муку коней добыков покупаешь, а у нас бабы в муку мекину со трубями подмешивают, и не видать нашей нужде ни конца, ни края. — Спать надо поменьше, — закричал рассерженный в конец Прокоп. — Любите вы со своими бабами нежиться да прохлаждаться. — На дворе солнце обед показывает, а вы только глаза продираете. Откуда же к вам достаток придет? Я за лето десять сожений дров шаманским приискателем продал. — Вон у меня какие мозоли на руках, — показал он всем свои широкие мистребимых мозолях руки. — А у тебя, Гаврила, их и в бинокль не увидишь. Верховские партизаны, все до одного середняки и отменные работяги, дружным смехом поддержали Прокоп. Тогда на них напустились низовские, вконец разоренные белыми, и начался у них горячий шумный спор, готовый перейти в тяжелую ссору. — Хватит спорить, — оборвал их вошедший в читальню Семен. — Не затем я вас собрал, чтобы вы друг с другом грызлись. Есть дела посерьезнее. Сейчас будем читать военные сводки из газеты. Сводки читал партизанам Ганько, вводя карандашом по газетным строчкам. Он придал своему голосу всю строгость и торжественность, на какую был только способен. Висячая лампа светила тускло, и Семен подсвечивал ему сбоку снятые с гвоздя настенной лампешкой из красной жести. В читальне сразу стало тихо. Люди старались не пропустить ни слова, боялись чихнуть или раскашляться. Все, о чем так скупо рассказывалось в газетах, слишком близко касалось каждого из них. Дела оборачивались так, что в любую минуту и здесь, в Приоргунье, могла грянуть боевая тревога. И тогда снова седлай партизан коня, шашку на бок, винтовку за спину и отправляйся, куда прикажут. Боевая тревога. Выкинь тогда из сердца и памяти все, что может лишить тебя стойкости и мужества в боях и походах. И если ты начал строить новую избу, бросай ее недостроенной, открытой всем ветрам и вьюгом, пусть она потом стоит и напоминает людям о том, какое страшное дело война. Или может быть ты дожидался откупленной с великим трудом коровы белоногого рыженького телка? Каждую ночь ты по многу раз вставал со своей бедняцкой, но все-таки уютной домашней постели и выходил во двор. Оглядевшись в студеной тьме, шел к корове, чтобы не прозевать телка, не погубить его на лютой сибирской стуше, но пробили, проиграли тревогу. И забудь про телка, с появлением которого было связано так много надежд в твоей жестоко обездоленной прежней войной семье. Да что, телок, придется тебе покинуть и мать, и жену, и твоих белоголовых, целых три года не видевших молока ребятишек, у которых на четверых одни валенькие пальтишко, перешитое из твоей видавшей вида партизанской шинели, тяжело будет расставаться тебе с семьей и домом. Но утешься, если можешь, тем, что не легче будет расставание и твоего боевого товарища соседа. Лишь две недели назад девушка, о которой он много и тревожно думал в горах далекой Турции, на сопках Даурии и в тайге под Богдатью, стала наконец его женой. Без вина веселый и пьяный ходил он с сияющими глазами, веря и не веря в свое долгожданное счастье. Ушон-то заслужил его, как никто. Шесть лет провел он на фронтах, его миновали все осколки и пули в больших и малых боях, а вот теперь, может, первые же пули найдет его, сбросит с коня на родную заваленную снегом землю, и жаркая кровь его капля за каплей выточится в этот искрящийся от луны или солнца холодный снег, и не придется познать ему в своей жизни самого большого мужского счастья, счастья отцовства. Пусть так. И все же ни один из них не дрогнет в самый последний момент, наденет шашку, закинет за спину винтовку, взлетит в седло и помчится куда придется. Дороже собственной жизни и покоя своих родных ему завоеванная в грозных битвах свобода родины, народное счастье. Наблюдавший за партизанами во время Ганькиного чтения Семен видел, как насупились и помрачнели они, как у одних тревожно, у других решительно блестели многое повидавшие глаза. Лука и Вачев безрассудно храбрый в боях человек терзал все время пальцами воротник своей гимнастерки. Вернувшийся недавно с прииска Алексей Соколов, на которого можно было положиться во всяком деле, то и дело дергался вправо своей головой, что случалось с ним только в минуту большого волнения. Симон Колесников то застегивал, то распускал ремень на полушубке, а Прокоп Носков сидел угрюмый и неподвижный и лишь изредка морщился так, словно у него болели зубы. Когда Ганька кончил читать, все сразу шумно передохнули, задвигались, шевеляя руками и ногами, поглядывая один на другого. Симон немного выжидал, потом спросил, ну, слышали? Не глухие слышали, а поняли, что от нас требуется? Ясно, что? Боевая готовность ответил за всех Лука, и Симон с любовью оглядел этого маленького, проборного, привыкшего рисковать своей головой человека. Был он в жизни колюч и неуживчив, способен на самый вздорный поступок, но в бою такой не выдаст и не продаст. Так вот, товарищ, с сегодняшней ночи спать не раздеваясь, коней и оружие держать наготове, сказал Симон, граница у нас под боком, до нее даже на худом коне полперехода, гости оттуда могут нагрянуть во всякое время. Чтобы не прихватили нас тепленькими на постелях, по ночам будем выставлять посты. Раз началось там, начнется и у нас. Сколько по-вашему надо постов? Сразу же со всех сторон посыпались предложения. Первым высказался, как всегда, Лука Ивачев. Он сказал, что выставлять нужно не меньше четырех постов, по два человека в каждом. Тогда у нас только и дело будет, что на постах стоять, по-медвежьи взревел из дальнего угла Потап Лобанов. Да и не убережем мы себя с этими постами, захотят подкрадутся и снимут без выстрела. Что же ты тогда предлагаешь, спросил Семен. А я ничего не предлагаю. Вот надумаю, тогда и внесу свое предложение. Тогда помолчи и не перебивай других. Кто еще хочет говорить? Ты что ли, Симон? Могу я сказать, согласился Симон и поднялся со своего места, не переставая крутить уже в колечки закрученные усы. Спать теперь действительно не придется. Если каждую ночь выставлять по восемь человек, то каждому придется раз в четыре ночи стоять на посту. А это дело не шуточное. Провести долгую ночь без надо на морозе слишком накладисто. Лучше нам охранять поселок конными патрулями, тогда можно и пятью человеками обойтись. После него выступил Алексей Соколов и предложил к охране поселка привлечь надежных людей из бедноты, которые хоть и не ходили в партизанах, но стоят за новую власть. Тогда наберется нас человек шестьдесят, это совсем не то, что тридцать. Только вот где мы для них оружие возьмем, у них ни берданки, ни паршива дробовика. Это ты правильно надумал, похвалил Соколова Симон. Среди бедноты добровольцы найдутся, оружие мы им достанем, реквизируем на время все берданки, какие есть в поселке, а охрану будем выставлять смешанную, пешую на посты, конную в патруль. Случись, что патрульные успеют нас разбудить, неплохо бы спать нам всем в одном месте, да ведь вас никого и из дому не вытянешь, от бабы не оторвешь. Когда под конец стал вопрос о том, кому сразу же после собрания идти на пост, все выжидающе замолчали, потупились. Коротать после бани ночь на морозе никому не хотелось. Семен посмеиваясь, переводил взгляд с одного на другого и не встретил ни одного ответного взгляда. Все смотрели себе под ноги, смущенно крякали, откашливались. Ну так кто пойдет первым, не вытерпел он, есть охотники. Вдруг из-за стола порывисто встал Ганька и, смущаясь, звонко выкрикнул, я пойду. Я сегодня в бане не парился, объяснил он для всех причину своего неожиданного решения. Хорошо, раз вызвался, пойдешь, согласился Семен. А кто еще в бане не был? Нет таких? Ну, тогда отзовитесь хоть те, кто простуды не боится. Я не боюсь. Пиши меня, сказал Соколов и обратился к Лобанову. А ты, Потап, чего воды в рот набрал? В таких хунтах и шубе тебя из пушки не прошибешь. Да я ничего, оно бы и можно, да я, паря, третий день кашляю и горло побаливает. Прокоп, а ты пойдешь со мной, спросил Соколов, твердо уверенный, что тот откажется. Но Прокоп не отказался. Подумав, он решил, что лучше отвезти свою очередь суббота на воскресенье, чем в иное время. В воскресенье все равно не работать, а праздновать, значит, можно будет в волю отоспаться днем. И Прокоп сказал, раз Алёхе хочется, чтобы я пошел, я согласен, пиши меня. Но раз Прокоп согласился, то и я согласен, крикнул Лука и деловито осведомился у Семена. Когда прикажешь заступать и на каком краю? А вот давайте скоренько договоримся, ответил тот. На первый случай решили посты выставить в двух концах поселка после полуночи, а конное патрулирование отложить до следующей ночи. Я научу тебя, улыбин, как караульную службу нести. Это мне, дорогой товарищ, ничего не стоит. Я все воинские уставы на зубок знаю. Да и смешно не знать, ты сам посуди. За плечами у меня три года действительной службы и семь лет войны. Тысячу раз, ежели не больше, был я дневально в казарме и у коновизей часовым, и под частком, разводящим и даже караульным. Как столб стоял я у полкового знамени, денежный ящик стерег, пороховые погреба хранял? Так говорил Ганьке улыбину Лука Ивачев, отправляясь с ним на пост. Вунтах и полушубках шагали они в южный конец подгорной улицы. Винтовки с досуха протертыми затворами, чтобы не подвели на холоде, были у них закинуты за правое плечо. Ганька попаху нахлобучил на самые брови. Лука лихо сбил на затылок. От него заметно разило водкой. Ночь стояла гулкой звездная с легким сухим морозом. Поселок спал. Ни одного огонька не светилось в окнах черных приземистых избы. В самых крайних дворах хрипло и яростно лаяли собаки. Когда они на минуту смолкали с таинственно мглистых увалов за драгоценкой доносился тоскливый волчий вой. Волки злились от голода и надрывно жаловались звездам, заставляя бесноваться собак, тревожно храпеть и прислушиваться лошадей у кормушек, биться от страха овец в закутах. «Да чего же противно воют? У меня аж мурашки по коже заползали», унимая невольную дрожь, сказал Ганька. «Ничего, привыкай, казак», снисходительно ткнул его в бок лука. «Волков послушать дело полезное, это все равно, что для закалки на ту же ледяной водой окатиться. А вообще-то говоря, волков потрухивать нечего, они нашего брата больше боятся, только бешеные, да чересчур голодные на людей нападают. Я другое слыхал. Говорят, когда у волков ганьба, лучше им не попадайся в одиночку. Один раз они будто бы казака вместе с конем сожрали, хотя геройский был казак. Я вот только забыл, откуда он, то ли Байкинский, то ли Чупровский. Он девять волков напополам разрубил, а на десятом у него клинок по самую рукоятку отломился. Это паря все бабушкины сказки. Их ребятишкам старухи по всему Забайкалью рассказывают. Я их тоже эти побосенки не раз слыхал. У одних этот случай был на Урове, у других на Унде или Газимури, а у третьих где придется. Нет такой станицы, где бы не нашелся этот разнесчастный служивый, который домой на побывку уехал. Они вышли за последние подгорненские огороды. Слева темнела волнистая извилистая лента прибрежных кустов, оттуда пахло опаленным морозом смородинами листьями, справа чернела громада змеиной сопки, на склоне которой смутно белело овсяное жневье. Дойдя до раскрытых на зиму ворот Паскотины, Лука отдал свою винтовку Ганьке и стал раскачивать вмерзшие в грязь скрипучие ворота. Ганька спросил, зачем он это делает? Это, друг любезный, всякому дураку понятно. Кто пойдет или поедет по дороге, придется ему открывать ворот. А они скрипят почище, чем телега у Никула Лопатина. Такой скрип за версту услышим, и врасплох нас не застанут, живо пулю в лоб влепим. Когда пошли от ворот обратно, над ними в диком переполохе низко и беспорядочно пронеслись откуда-то сопки серой куропатки. Фр-фр-фр-фр! Резко и будоражливо прошумело над самой дорогой раз, другой и третий. Куропатки упали в привечных кустах и тотчас же начали тревожную перекличку. — Вот черт! — взвыл одновременно испуганный и восхищенный Ганька. — Дробовик бы сейчас нам! И чего это им ночь не в ночь? Лисица переполошила. Это лиса Патрикеевна охотится за ними большая мастерица. — По ночам они частенько к ней на зубок попадают, ответил тоже взволнованный Лука. — А табу нища гадявы! Как выпадет добрый снег, надо в кустах селки расставить, давно я куропатинки не пробовал. Возвратя с поселок, они остановились у амбара Матвея Мирсанова, жившего на самом краю. Лука выкарил папироску, пряча ее в рукав, потом сказал, что нечего им обоим торчать на морозе и торговать дрожжами. — Солдат спит, а служба идет, сказал он. — Давай караул поочередно нести. Ты стоишь, я греюсь, я стою, ты Храповицкого задаешь. — А где ты собираешься греться? Не вдруг теперь достучишься к кому-нибудь? Стучаться мы ни к кому не станем, незачем. Чего нам людей напрасно беспокоить? Греться мы будем у Матвея в бане. Она еще выстоять не успела, если он топил ее вчерась. — Топить-то топил? Да ведь она за версту от дороги. — Где ты тут версту увидел, носил на него Лука? Тут от силы сто шагов. Давай не будем зря время тратить широко зевнул он. — Кто будет первый стоять, ты или я? Только ты улыбен учти, что больше всего хочется спать под утро. Тогда глаза сами собой слипаются. Я человек привычный, мне ночь не поспать ничего не стоит, а вот ты не вытерпишь. Начнешь самое опасное время носом клевать. Сроду не клевал и теперь не заклюю. Все мы так говорим, друг любезный, пока до дела не дойдет. Шибко на себя не полагайся, заснешь грешным делом на посту, а тут Семен с проверкой, тогда скандал не берешься, продерешь с песочком и мне из-за тебя достанется. Не бойся, не достанется. А кому теперь стоять, кому потом сам решай, ты старший. Тогда ты оставайся, а я пошел. Я что-то подмерзать начал, и Лука зевнул еще раз. Ровно через два часа я тебя сменю. Ты потом можешь сразу идти домой и дрыхнуть, сколько влезет. Там до рассвета я и один отстаю. Так ты улыбец запомни, чему я учил тебя, с поста ни под каким видом не отлучайся. В случае тревоги стреляй три раза подряд. Не успеешь тогда глазом моргнуть, как прибегу на помощь. «Только ты смотри не проспи, товарищ Ивачев». «Этого ты мне мог бы не говорить», возмутился Лука. «Ты свою ровню учи, а не меня. Никогда я товарища не подведу. Да и как я могу проспать, ежели у меня при себе часы?» Ганька хотел было спросить его, почему нельзя проспать, имея часы в кармане, но постеснялся. Часы у Луки могли быть со звоном вроде настенных, как у попа. На прощание Лука проверил у него затвор винтовки, велел придвинуть подсумок с патронами на живот и заранее расстегнуть его. Еще он наказал ему держаться в тени, не кашлять и, самое главное, не робеть. Лука ловко перемахнул через плетень и отправился в стоявшую на огороде баню, откуда нет-нет, да и наносило запахом распаренных веников. Ганька принялся неторопливо прохаживаться вдоль амбара, десять шагов туда, десять обратно. Необычность обстановки и сознание своей ответственности держали его в той внутренней собранности, когда у человека предельно обострены внимание, слух и зрение. При других обстоятельствах, имея сильно развитые воображения, он обязательно принялся бы увлеченно мечтать, забыв обо всем обыденном и обыкновенном. Он всегда жил как бы двумя жизнями. Покончив со своими повседневными делами и обязанностями, любил он на досуге уединиться и помечтать. Светло и празднично становилось тогда у него на душе самый тусклый и серый день. Не было предела чудесной и увлекательной игре его воображения в иную, выдуманную жизнь. Только хорошие книги могли отвлечь его от этого, сделать по-другому, полным и радостным каждый миг существования. Но слишком мало видел он книг в своей жизни. Школьная библиотека была в девятнадцатом году разграблена семеновцами, и теперь в ней имелось не больше двух десятков тоненьких книжек, давно читанных и перечитанных им. В мальчишеские годы любая из них была целым открытием для него. Теперь же нечем было утолить ему порожденную книгами жажду познания, и он утолял ее собственной неуемной фантазией. В засыпанном звездами небе медленно перемещалось с востока на запад созвездие Ориона, которое мунгаловцы называли Карамыслом. По нему и осенью, и зимой безошибочно определяли ночное время. Ровно в полночь созвездие стояло в самом зените. Три желтые звезды его были расположены близко друг от друга в горизонтальном положении и стояли над самой улицей, когда Ганька остался один. Время от времени, поглядывая на Карамысла, Ганька видел, что два часа давно прошли. Он ходил и сетовал на луку, дрыхнет без задних ног, а тут мучайся, мерзни из-за него, как последний собак. И верно про него говорят, что ему пальца в рот не клади. Несамостоятельный человек. Вдруг его заставил насторожиться раздавшийся впереди упаскотенный скрип ворот. Напрягая глаза, стал он вглядываться в темноту, но увидеть ничего не мог. И только когда явственно услыхал конский топот, понял, что кто-то приближался к поселку. Сразу по спине его пробежала ледяная змейка. Сильными толчками забилось сердце. Почти оглохший от сердцебиения, с минут он мучительно размышлял, что ему делать, оставаться на месте или бежать и будить луку. Решив, что бежать уже некогда, он прижался к забору, спустил трясущимися руками предохранитель винтовки. Потом вдруг сообразил, что стоять прислонившись к забору очень опасно. Тут его могли живо подстрелить или достать клинком. Тогда он перескочил через забор в мирсановский сенник, спрятался за столб и, сбросив рукавицы, положил на заплотину винтовку. Скоро различил он силуэты двух всадников. Они шагом приближались к нему. Не своим от страха и напряжения голосом он окликнул «Стой, кто едет?» Все время он отчетливо помнил одно. Если люди остановятся и отзовутся, им нужно скомандовать «Один ко мне, остальные на месте». Этих переговоров Ганька боялся больше всего. Если это враги, они успеют увидеть, что он один и начнут стрелять в него. Окликнув всадников, он со страхом ждал, что последует с их стороны, слова или выстрелы. И он безумно обрадовался, когда увидел, как всадники быстро и круто повернули коней и молча поскакали назад. Сразу почувствовал громадное облегчение, весело и ожесточенно зарал «Стой, стрелять буду!» Но всадники стремительно уносились, и он нецелес выстрелил им вдогонку. Потом передернул затвор, выстрелил еще раз, не слыша звука выстрела. Остывая от возбуждения, нашел свои затоптанные в снег рукавицы, чтобы согреть замерзшие руки. Потом стал ждать появления Луки, готовясь рассказать ему о только что пережитом. Но Лука не появлялся. Вот и надеясь и на такого, меня бы тут могли убить, весь поселок вырезать. А он бы так все и проспал. Нажалуюсь я на него Семену. Пусть он больше меня с таким паразитом в караул не посылает, горячился Ганька, боясь покинуть свое укрытие. Карамысло тем временем склонилось к самым сопкам на западе, а на востоке стало чуть-чуть отбеливать. Наступал долгожданный рассвет. Но он тоже не торопился вступать в свои права, разгораясь робко и медленно. Однако его тусклые проблески ободрили Ганьку, помогли ему мужественно простоять на посту и до первых, и до вторых петухов. Наконец стало видно далеко кругом. В поселке затопились печи, заскрепили ворота, заржали во дворах голодные лошади, появились в улице казачки с ведрами на коромыслах. Ганька решил, что теперь он имеет право покинуть пост. Глубоко возмущенный вероломством Луки, он решил отомстить ему. С этой целью и направился к бане. У бани было слишком маленькое окошко, в него, пожалуй, не пролез бы и подросток. Стоило лишь подпереть бревешком или слегой банную дверь, тоже низенькую и узкую, и Луке бы ни за что не выбраться оттуда на свет Божий без посторонней помощи. Заглянув в окошко, Ганька пригляделся и увидел, что Лука блаженно похрапывает на полке, положив в изголовье веник и попах. Это и решило его судьбу. Ганька нашел толстую жерть, валявшуюся в огороде, подпер ею дверь, а потом спокойно удалился домой. Согревшись и позавтракав, он вдруг почувствовал, что смертельно хочет спать. Он лег на кровать, укрылся с головой одеялом и проспал до полудня. Проснувшись, сразу же вспомнил, что Лука сидит в бане и побежал выпустить его. В улице Ганьке встретился Симон Колесников верхом на коне. — Куда это собрался дядя Симон? — спросил его Ганька. — Лукашка куда-то потерялся. Как ушел ночью на пост, так и не вернулся. Ты случайно не знаешь, где он? — Знаю, я с ним вместе на посту-то был. Только я караулил, а он ушел к Матвею Мирсанову в баню и спит там с самого вечера. — Ну и скотина возмутился Симон. — Значит, ты стоял, а он дрыхнул. Взгреет его Симон. Он ведь тоже по поселку рыщет, разыскивает его. — Лукаш что, выпивший был? — Да нет, как будто бы. А только он меня здорово подвел. Перед рассветом какие-то двое ехали из степи в поселок и нарвались на меня. Я их закликнул, а они бежать. Я два раза им вдогонку стрелял. Только все мимо. Да неужели? Вот еще новости. Здорово перепугался-то. — Было малость, — расплылся в улыбке Ганька. Уронил я в снег рукавички, так потом едва нашел, чуть было пальцы не отморозил. В это время из соседнего проулка выехал Симон. Симон крикнул ему. — Подъезжай да послушай, что Ганька рассказывает. Когда Ганька повторил свой рассказ, Симон выругался, ударил коня нагайкой и помчался к Мирсановской бане. Симон подсадил к себе Ганьку, и они пустились догонять его. Перелетев на коне через невысокой плетень, Симон подскакал к бане. Перегнувшись седла, отбросил в сторону подпиравшую дверь джерть, рявкнул. — Лукашка, выходи. — Не выйду, отозвался Лука, ты ведь нагайкой полосовать начнешь, зная я тебя. Этому подлецу Ганьки я теперь уши поотрываю. — Я тебе поотрываю? Где у тебя совесть-то? Его тут ночью чуть не срезали на посту, а ты все равно не миновать тебе нагайки. Подбежали, оставив коня за плетнем Симон и Ганька. Следом за ними к бане неслись игравшие в улице ребятишки. Шел Матвей Мирсанов. — Вылезай, Лукашка, не валяй, дурака, сказал Симон и попробовал заглянуть в баню. Но голос Луки заставил его отпрянуть назад. — Уйди и не суйся, мне теперь все равно возьму и резану тебя из винта. — Да вылезай ты, холера, сюда народ со всех концов бежит. Ну, оплошал, подвел Ганьку. Так ведь с кем беды не бывает, выходи. Лука глянул в окошко и, увидев в огороде ребятишек и Матвея, вышел из бани. Глаза его плутовато бегали, уши и щеки рдели от прихлынувшей крови. — Хорош, гусь, презрительно прошепел Семен. — Если Матвей будет спрашивать, что мы в его бане делали, говори, контрабандистов искали, а выпороть я тебя потом выпорю. Лука сразу повеселел. Закидывая за плечо винтовку, громко сказал. — Ни черта тут нет. Должно быть, дальше смотались. — А кого вы ищете? — спросил подошедший Матвей. — Контрабандистов, ответил Лука. Семен и Симон посмеивались. Ганька старался не глядеть на своего злополучного напарника. — Тот-то слышал я ночью стрельбу, сказал Матвей. — Где-то неподалеку от моей избы стреляли. — Стрельбу слышал? — Кто же это стрелял? — спросил Лука и посмотрел на Ганьку. Ганька смело выдержал его растерянный недоумевающий взгляд и весело подмигнул ему. — Ну, поехали, скомандовал Семен. Раз здесь нет, будем искать другом месте. Когда они поравнялись с усадьбой Луки, Семен сказал. — Давай, Лукашка, заедем к тебе и поговорим. — Пожалуйста, пожалуйста, Семен, у меня и выпить найдется. — Семен, Ганька, прошу ко мне. Привязав к столбу в ограде кони, Семен и Семен подошли к дожидавшимся их у крыльца Луке и Ганьке. — Повернись ко мне спиной, паразит, приказал вдруг Семен и взмахнул на Гайкой. Лука едва успел подставить ему спину, как на него посыпались хлестки, чувствительные и сквозь овчину полушубка удары столбовой на Гайке. На полушубке от них оставались темные полосы. — Правильно, — заликовал Симон, глядя на эту расправу. — Всыпь ему, что положено, будет знать, как на посту дрыхнуть. — Ну, хватит, — ударив Луку раз десять, спросил Семен. — Бей еще, — зарал Лука, раз виноват, пари, не жалей. — Ладно, тогда добавлю, — смехнулся Семен и еще три раза врезал Луку, полопнувшему в нескольких местах полушубку. Когда вошли в дом, Анна Григорьевна увидела порванный полушубок Луки и спросила, — Это где же тебя угораздило весь полушубок испортить? Лука широко оскалился. — Это мамаша из меня пыль выбивали. И распорядился, — А ну, сваргай нам чего-нибудь закусить и согреться. О газетах с военными сводками и о собрании партизан Каргин узнал в воскресенье вечером. Рассказал ему об этом Прокоп Носков, частенько навещавший его в последнее время. Первые встречи проходили более чем сдержанно, но постепенно они разоткровенничались. Прокопу было лестно, что Каргин относился к нему с большим почтением и радушно принимал его всякий раз, выставляя на стол бутылку домашней рябиновой настойки. И желая сблизиться с Каргиным, Прокоп стал доверять ему все свои тайны. Особенно Прокопу понравилось то, что однажды подвыпивший Каргин сказал, — Ты, Прокоп, умнее меня оказался. Ты долго не думал, взял да и махнул в партизаны, понял, что сила на их стороне. Зато теперь тебе почет и уважение, а мое дело сиди да помалкивай. Не трогают и на том спасибо. Я ведь даже лишний раз боюсь на улицу показаться. Крепко косятся на меня и Семен и другие партизаны. Ничего, покосятся да перестанут, успокоил его Прокоп и самодовольно признался. Конечно, теперь тебе со мной не равняться. Никто мне мое атаманство не припомнит. Ничем не попрекнет. А ведь попал я к красным из-за обида на Сергея Ильича, чтобы ему гореть на том свете. Податься мне тогда с моей злостью некуда было. Вот и укатил я к партизанам. Вел себя там хорошо, в кусты не прятался, хотя и вперед не совался. Так что чист, как стеклышко. А тебе, конечно, не позавидуешь. Что же, брат, сделаешь, раз ума не хватило, махнул рукой Каргин. И у белых я был, как галка среди ворон, и у партизан сейчас, как бельмо на глазу. Ничего тут не сделаешь, надо терпеть. Говорить пусть говорят что угодно, лишь бы не трогали. Не жалеешь, что домой пришлось вернуться. По совести сказать, так я все время из-за границы домой рвался. Там хорошо жить с капиталами, а без них туго приходится. Пожил я там в работниках у Саньки купца, на заготовке дров и бревен поработал и натерпелся всякой-всячной. Буду уж лучше последним человеком, да, на родной стороне. Но когда Прокоп сообщил ему о белогвардейском наступлении в Приморье, Каргин забеспокоился. Невольно стал думать, не слишком ли поторопился с возвращением домой, хотя и понимал, что другого выхода у него не было. Убить Семена он ни за что бы не согласился. Против этого восставало все его существо. Из слов Прокопа Каргин узнал только то, что капелевцы с упорными боями двигаются к Хабаровску. Никаких других подробностей Прокоп ему не передавал. Не желая оставаться в полном неведении насчет происходящего, он решил в понедельник сходить в селе ревком и почитать полученные газеты. Попасть туда он постарался в отсутствие Семена, встречаться с которым было невыносимо тяжело. Слишком непримиримо был настроен Семен. Каргину казалось, что тот все время приглядывается к нему и ложно истолковывает любой его шаг. Из всего его поведения было видно, что все, что сделал Каргин, он сделал для спасения собственной шкуры. И Каргин не считал возможным ходить к нему и доказывать, что это не так. Чтобы попасть в селе ревком, нужно было пройти через прихожую и большой семиоконный зал, отведенный под читальню. Этот зал раньше блистал чистотой и богатой обстановкой. Каргин помнил его заставленным нарядной мебелью и цветами вкрашенных карках с огромным цветастым ковром на полу, с картинами под стеклом на широких простенках. Теперь в нем стояли одни наспех сделанные скамьи, ничем не покрытые длинный стол и желтый рассохшийся от древности шкаф, закрытый на висячий замок величиной с баранью голову. Этим замком, как помнил Каргин, Сергей Ильич запирал свою лавку. Волнуясь так, словно он шел на прием к самому атаману отдела, Каргин постучался в широкую филенчатую дверь ревкома и замер прислушиваясь. «Войдите!» услыхал он голос Ганьки Улыбином. Каргин приоткрыл дверь, вкратчиво спросил «Разрешите?» Не ожидавший такого визита Ганька не усидел за столом и поднялся недоумевающе глядя на Каргина. «Здравствуй, товарищ Улыбин!» поклонился Каргин, снимая папаху. «Здравствуйте!» кивнул головой Ганька, держа в правой руке ручку, в левой деревянную в чернильных пятнах линейку. «Семен Евдокимыч будет сегодня?» «Будет, да поздно он в Орловскую уехал». Экая жалость! А мне его шибко надо было. Хотел у него попросить последние газеты. «Это я и без него сделаю. Пожалуйста, смотрите, только домой мы уносить их не даем». «Обязательно на раскурку пустят», сказал Ганька и достал из скрытого черным лаком шкафа угловичка пачку газет. Пока Каргин читал в газетах сводки командования Народной революционной армии, Ганька наблюдал за ним. Он сразу понял, что интересует в газетах этого необычного посетителя. «Опять выходит заваруха началась, чтоб ей пусто было», заговорил, откладывая в стороны газеты Каргин. «Не унимаются белые генералы, а давно бы следовало уняться. Раз народ против них, ни черта у них не получится. И на что они надеются?» «Как ты думаешь, товарищ Улыбин?» «На заграничных буржуев надеются, больше не на кого», ответил Ганька и добавил. «Но теперь и буржуи им не помогут, дадут капелевцам раза два по сапаткам и позовет их удирать со всех ног». «Дай-то Бог», вздохнул Каргин, «поскорее бы уж все кончилось. Надоела эта война хуже горькой редьки, ведь целых восемь лет воюем, сперва с немцами, турками, а потом друг с другом. Вон какой беды у нас а других-то стало быть не жалко, ни один мой отец по вашей милости жизни лишился». «Вот это ты, Ганя, зря говоришь. Я никому зла не хотел, всю жизнь хотел, чтобы жил народ душа в душу, считал, что лучше худой мир, чем хорошая ссора. Да шився с этим, как теперь понимаю. Пока у одних всего не в проворот, а другие голодают, не будет в России спокойной жизни. Я и других всех жалею, а Северьян Андреевич больше всех. Я с ним вместе две войны отвоевал. Мы с ним из одной чашки ложки пили, ели, одну шинель подстилали, другой укрывались. Ни я от него, ни он от меня никогда худого слова не слыхал. Вот и суди меня после этого, как хочешь. Увидев в глазах Каргина блеснувшие слезы, Ганька вдруг понял, что говорит он совершенно искренне. Так притворяться и врать было не в характере этого человека. Только бы лучше помолчал он с этой своей жалостью. Все равно он не свой человек. Никогда Ганька не забудет и не простит ему службы у Семенова. Он Он ведь одно время был даже командиром дружины, проливал партизанскую кровь. Случай помог ему вернуться из-за границы и остаться целым. Иначе сидел бы там и точил зубы на красных, Кустовы и Барышниковы. А случай этот он наверняка сам же и подстроил, как предполагает это Семен. Каргин просидел в ревкоме чуть ли не до обеда. Он расспрашивал Ганьку про Романа и Василия Андреевича, интересовался, где они находятся, чем занимаются. Ганька отвечал ему сухо и односложно, презирал себя за то, что не сумел его сразу оборвать и заставить уйти. И он почувствовал большое облегчение, когда Каргин наконец попрощался и ушел. Сперва Ганька решил немедленно же рассказать Семену про посещение Каргины мривкома про свой с ним разговор. Но, увидев под вечер Семена с его насмешливыми, вечно что-то допытывающимися глазами, ничего не стал ему говорить. Он боялся, что Семен будет вышучивать и стыдить его. Потом, хоть Ганька и не хотел в этом признаться, добрые слова Каргина о его отце невольно запали ему в душу. Ничего не уторил Ганька только от своей матери. Он подробно рассказал ей обо всем и ждал, что она осудит его. Но мать этого не сделала. У нее, как оказалось на поверку, было свое собственное мнение насчет Каргина. Экая беда-то! Он с Каргиным разговаривал, явно насмехаясь, сказала она и вдруг напустилась на сына. Вам с Семеном Каргин весь белый свет загородил. Только и речь у вас, что он такой да розетокий. А кто помог спастись Роману? Кто хотел твоего отца у карателей отбить? А кто Елену покойницу у Сергея Ильича из-под смерти вырвал? Кто его при всем народе за наших нагайкой отхлистал? Каргин все тот же самый Каргин. Его на одну доску с чепаловыми да кустовыми не поставишь. Если бы он был таким, как Семен говорит, так он не отказался бы в того же Семена пулю послать. А он отказался, он еще и подлого человека убил, у которого нагайка от людской крови не высыхала. И сделал он это не за тем, чтобы тебе с Семеном понравиться, задобрить вас, винить его чересчур не приходится. Не нашел он себе правильного места, вот и метался из стороны в сторону. То он за партизанами с дружинами гонялся, то японцев в заводе рубил. Ведь и отец твой такой же был. Это Семену да Роману легче было красным-то пристать. Они при царе батюшке пасынками были. А Каргину царя верным слугой считался. Он в атаманах ходил, почетом пользовался, казачеством своим гордился побольше, чем твой отец и дедушка. Гордость эта у них в печенках сидела. Любили они нацеплять на себя кресты да медали, чтобы все видели, что не какие-нибудь рохли они, а георгиевские кавалеры, настоящие казаки. Вот и не хватило ни у Елисея, ни у Северьяна ума, чтобы рассудить, куда им податься, к кому пристать. Так что ты, Каргина, шибко не осуждай. Если он одумался, с покорной головой к вам пришел, не отталкивайте его. Приглядывайтесь к человеку, а не издевайтесь, вреда от него не будет, теперь он тише воды, ниже травы себя вести будет. А они правда с моим отцом друзьями были, спросил Ганька, пораженный горячим отпором матери. Друзья не друзья, а соседи были настоящие. Северьян про него сроду дурного слова не говорил, ни разу не поругался с ним, не подрался по пьяной лавочке. Мы ведь в старину с ними всегда по праздникам в одной компании гуляли. А когда Каргин женился после Японской войны, твой отец у него шафером на свадьбе был, с его Серафимой мы до сегодня дружбу бабью водим. После этого разговора с матерью Ганька стал совсем по-другому относиться к Каргину. Если раньше при встречах с ним он не здоровался, старался свернуть в сторону, то теперь перестал чуждаться его и его детей, старший из которых Шурка три года просидел с Ганькой на одной партии в мунгаловской школе. Однажды Ганька первым заговорил с Шуркой и долго расспрашивал его, как они жили с отцом за границей и что намерен Шурка делать теперь, будет помогать отцу или поедет учиться. Учиться ехать? Капиталов у нас нет, ответил ему Шурка. Буду быкам хвосты крутить, пахать да сеять. А ты не думаешь дальше учиться? Пока об этом и думать нечего. Приходится секретарить, чтобы прокормить себя и мать. На вечерках то бываешь? Что-то я тебя не вижу. Отец запрещает. Сам знаешь, какое наше дело. Живи да оглядывайся. «Ну это ты зря. Ты за отца не ответчик», сказал ему на прощание Ганька и пригласил приходить в читальню. Через два дня Семен разбудил чуть свет конной нарочной с пакетом из уездного ревкома. Ревком предлагал ему немедленно прибыть в Нерчинский завод для вступления в новую должность. В полдень Семен на взмыленном коне подъезжал к заводу. Дорога шла по обметанным инием кустам вдоль замерзшей давно Алтачи. Впереди за поворотом увиделась высокая похожая на элеватор паровая мельница. Прежде она принадлежала купцу Петушкову, а теперь стала народным достоянием. Мельница дымила. Просторный двор ее был до отказа запружен подводами с зерном и дровами. Заработала, порадовался Семен, знавший, что мельница долго бездействовала. Гляди ты, сколько народу наехало. И помольщиков полно, дров вон какую беду пригрудили. Житуха, похоже, налаживается. Только он миновал мельницу, как на ней прогудел полуденный гуток. Звонкое эхо весело откликнулось на него в горах и глубоких распадках. Проехав по большой улице до базара, где шла оживленная торговля мукой и мясом, мороженой аргунской рыбой и дичью, Семен свернул к двухэтажному белому зданию, бывшей резиденции атамана четвертого отдела. В этом здании теперь помещался ревком. Когда Семен вошел в приемную Димова, сидевший за столом с телефоном секретарь атлетического телосложения русый и курносый парень вскочил со стула. Кинув руки по швам, он лупнулся и молодцевато по-военному поздоровался. Здравия желаю, товарищ забережный. Что-то, товарищ, обличие у тебя шибко знакомое. Где мы с тобой встречались? Известно где, в партизанах. Разве вы меня не узнаете? Не узнаю, дружище, не узнаю. Фамилия моя Перевозчиков. Я к вам в Курунзулайскую тайгу вместе с Аверьяночем из Щиты для связи приезжал. А потом я у Журавлева старшим штабным писарем был. Грамотнее меня никого под рукой не оказалось. Вот и сделали меня писарем. Понятно, понятно. Уловив в голосе Семен обидное пренебрежение, Перевозчиков вспыхнул и сказал. Но я и в боях бывал. Под Богдатью, под Сретенском, а под Купряковой меня даже ранили. Чего ты оправдываешься? Я же тебя ни в чем не обвиняю, товарищ Перевозчиков. Ты мне лучше скажи, зачем меня вызвали. Сейчас сами все узнаете. С самого утра дожидаются вас товарищ Димов и секретарь укома товарищ Горбицын. Приоткрыв одну створку обитых черной клеенкой дверей, ведущих в кабинет Димова, перевозчиков громко и чуть торжественно доложил. Прибыл товарищ Забережный и посторонился, пропуская Семена в кабинет. Горбицын и Димов поднялись со стульев и с подчеркнутым уважением поздоровались с Семеном. Пригласив садиться, стали спрашивать его о здоровье, о домашних делах. Ему сразу бросилось в глаза, что разговаривали они с ним как с равным. В голосе Димова уже не было прежних покровительственных ноток, а в голосе Горбицына подчеркнуто строгой официальности. Один старался держать себя попроще, другой подружелюбней. Покончив с расспросами и согнав с лица улыбку гостеприимства, Димов вдруг сказал, «Сегодня ночью мы получили телеграмму из Щиты, подписанную на председателем Совета Министров и секретарем Дальбюро ЦК РКП большевиков, я ее зачитаю». Он взял из лежавшей на столе синей папки телеграфный бланк с красной полосой по верхнему краю. В телеграмме было сказано, «Ввиду возможного вторжения из сопредельной Маньчжурии белогвардейских банд объявляется военное положение в стоверстной пограничной полосе Восточного Забайкалья. Немедленно формируйте из преданных революции партизан и регулярную добровольческую бригаду. «Командиром бригады назначается Забережный Семен Евдокимович, политическим комиссаром Горбицын Тимофей Иванович. Срочно телеграфируйте ваши нужды. Положение на границе и ходе формирования бригады доносите ежедневно. Председатель Совета Министров Энн Матвеев, секретарь дальбюро ЦК РКП большевиков П. Никифоров». Огласив телеграмму, Димов поздравил Семена с высоким доверием, а Горбицын спросил. «Ну, что скажешь, товарищ Забережный?» «Что скажу», задумался Семен, потирая ладонью лоб. «Неожиданное дело, вот что скажу. Честь немалая, а мужик я не шибко грамотный. Хотел нынче за зиму на ликбезе подучиться, да не придется, как видно. Давайте уж все вместе сколачивать бригаду. А придется воевать, повоюем, куда денешься. С чего начинать будем?» Горбицын, все время недоверчиво и ревниво наблюдавший за Семеном, немедленно подсказал. «Начинать, товарищ Забережный, как и во всяком большом деле, надо с самого главного, с народа. Нужно сейчас же обратиться с воззванием к партизанам. Напишем его здесь же, не выходя из кабинета, а к вечеру выйдем сами и пошлем других коммунистов по тем станицам и селам, где у нас больше всего партизан. Пока будем сочинять воззвание, ты поговори с Нагорным, я его вызвал сюда, он тебе кое-что расскажет о той стороне». Горбицын позвонил по телефону и попросил Нагорного немедленно прибыть в ревком, а Димов позвал в кабинет перевозчикова, спросил у него, «Товарищ перевозчиков, ты у нас, кажется, поэт, стихи потихоньку кропаешь». Здоровяк перевозчиков покраснел, как девушка. «Какой из меня поэт, товарищ Димов? Так одно недоразумение». «Не скромничай, я своими глазами видел вукоми комсомола плакат с твоими стихами. Довольно складно у тебя выходит, хотя и не совсем все выдержанно. Но нам от тебя нужны не стихи, а проза, только не канцелярская, а такая, чтобы зажигала, звала. Надо написать воззвание к нашим красным партизанам. Может, попробуешь?» «Попробовать можно, только не знаю, получится ли. Где не получится, сообща, обстругаем. Товарищ Горбицын, так мы на часок удалимся с Перевозчиковым. Идите, идите, только не пытайтесь много мудрить, обрисуйте толковую и коротко обстановку и зовите народ на защиту наших революционных завоеваний». Димов и Перевозчиков ушли в другую комнату. Когда за ними захлопнулась дверь, Горбицын сказал Семену, «Ну, товарищ забережный, давай на все прежние недоразумения поставим вот такой крест». И он изобразил своими сжатыми в кулаки руками подобие креста. «Для полной ясности скажу, что на твой счет я искренне заблуждался». «Не стоит говорить об этом», отмахнулся Семен, «все мы ошибаемся, только вот признаваться в своих ошибках не каждый умеет. Ты, кажется, не такой, а больше мне ничего и не надо. Где ошибусь, поправляй, а где самого с другими советуйся». В кабинет без стука вошел начальник госполитохраны Нагорный. Он был в оранжевом полушубке затянутом желтые кожаные ремни. На правом боку у него болтался маузер в деревянной хорошо отполированной ковреку. «Здравия желаю, товарищи!» С чувством собственного достоинства приветствовал он Горбицына и Семена, небрежно вскинув руку к серой мерлушковой папахе. «Раздевайся, Алексей Николаевич, сказал Горбицын, тут довольно жарковато. Дровами себя Димов не обижают, не то что мы грешные». Нагорный разделся, причесал свои поредевшие волосы, одернул суконную гимнастерку. Едва он присел к столу, Горбицын попросил «Информируйте нас, что делается на сопредельной стороне». Нагорный заговорил негромким размеренным голосом. «На сегодняшнее число мы располагаем следующими данными. От Усть-Урова до Аргунска на той стороне все спокойно. Среди живущих в Бакалейках эмигрантов никаких военных приготовлений не замечено. Новые люди на границе не появлялись. В Шивейсяне напротив Алочинской проведено несколько тайных эмигрантских сходок. Проводили их приезжавшие из Хайлара офицеры. Казаки на сходке приглашались по выбору. Возможно, что сформирован отряд, максимальная численность которого 100-150 человек. В Чалбутинской после известных вам событий среди эмигрантов поднялась большая паника. Многие постарались убраться с границы подальше. Остальные живут тихо. Семь человек явились оттуда недавно с повинной. А ты скажи Забережному, что это за люди, потребовал горбиться. Четверо из них оказались из охраны Кригородова и Росакова. Они находились в землянке во дворе. Они видели, когда вы подпирали дверь землянке бревном, но стрелять в вас не рискнули. После этого им пришлось там довольно туго. Вот они и надумали уйти на свою сторону. Теперь о районе Трехречием. Там сформировано за последние три месяца несколько казачьих отрядов. Формировали их по поручению генералов Бакшеева и Власевского, Исаулы Башуров и Гордеев, сотни Клоншаков и Харунжи Темняков. Их призывы и широковещательные обещания мало кого соблазнили. Семейные и хозяйственные казаки решили остаться в стороне. Записывались в отряды молодые и бессемейные, служившие у Семенова и Унгерна. Таких там даже в самом крайнем случае набралось едва ли больше тысячи человек. Разумеется, речь идет только о Трехречи. То, что делается в Хайларе и дальше нам, к сожалению, неизвестно. И еще я должен сообщить, что в тылу у нас на территории Сретенского уезда появилась банда Исаула Шадрина. Пришла она, несомненно, из Манчжурии, но где и когда переходила границу установить не удалось. По последним данным, отчаявшись в своих попытках поднять на восстание шилкинских казаков, Шадрин пустился в обратный путь. Вчера вечером его банда замечена в долине Турова. Она идет по направлению к Газимуру. Ее преследуют партизаны Капунской, Ломовской и Ботовской станиц. В ней не больше шестидесяти человек. «Обстановка более или менее ясно, сказал Горбицын. Даже если перейдет нашу границу не тысяча, а пятьсот человек, то и это причинит нам много беды и горе. Ведь это же самые отпетые, самые озлобленные. Только смерть заставит их отказаться от желания убивать, сжечь и мстить за все потерянное. Будем, значит, принимать меры». Горбицын поднялся и пошел разыскивать уединившихся Димова и Перевозчикова. Оставшись наедине с Нагорным, Семен спросил, «Как вы поступили с Каегородовым и Челпановым?» «Каегородово пришлось отправить в Читу, а Челпанов пока у нас сидит». «Когда его судить собираетесь?» «Думаю, что еще не скоро. Помимо того, что он натворил здесь, он оказался еще не тем человеком, за которого себя выдавал». «А кто же он такой на самом деле?» «Опытный белогвардейский разведчик». «Настоящая его фамилия Силютин». Он присвоил себе фамилию и документы прапорщика царской армии Челпанова, добровольно вступившего в Красную армию в городе Уфе. Челпанов командовал в Пятой армии стрелковым батальоном. В одном бою он был взят в плен белыми. За отказ служить Колчаку его судили, расстрелу, но потом помиловали и отправили на каторгу в Завайкалье. В чете этого Челпанова, на которого оказался очень похож Силютин, вывели тайком в расход. Дальше вместе с другими осужденными на каторгу, настоящими большевиками, поехал Силютин. Когда мы отбили у семеновцев горно-зерентуйских узников, Силютин Челпанов оказался у нас. Ему было дано задание втереться в полное доверие и до поры до времени ничем не выдавать себя. Ему это удалось, и он после разгрома белых стал начальником нашей милиции. Как же ты это распутал такую веревочку? Как ему язык развязал? Тут, брат, как это ни странно, помог мне твой секретарь Ганька Улыбин. Однажды он отпросился у тебя в завод. Здесь он пришел ко мне и рассказал, что ваш Лаврентий Кислицын, служа в белой дружине, участвовал в конвоировании горно-зерентуйских заключенных, когда их погнали на Борзю. К этому он добавил еще кое-что. Я тогда же вызвал Кислицына к себе и узнал от него, что заключенных разбили перед отправкой на две группы. В случае налета красных одну группу было приказано уничтожить, а другую не трогать. Дальше Кислицын сознался, что знает одного из уездных начальников, который был в той группе арестованных, которую полковник Евтин наказывал не трогать, что бы ни произошло. Когда я насел на него как следует, он заявил мне, что этим человеком является Челпанов. Мы в ту же ночь снеслись счетой и получили разрешение на арест Челпанова. Он, хотя и не подозревал об этом, но опасаясь, что со дня на день вскроются все его должностные преступления, решил удрать за границу. Сделал он это так ловко, что мы не сразу узнали об этом. Такие вот прад дела. И мне еще придется с ним долго возиться, чтобы заставить выложить все, что он знает о себе и о других заброшенных когда-то к нам агентах. А тогда его, скорее всего, тоже потребуют доставить в счету. Возможность, что здесь его так и не придется судить, а жалко. Судить его нужно именно здесь, и суд устроит показательный. Горбицын вернулся вместе с Димовым и Перевозчиковым. Написанное имя и воззвание гласило «Товарищи красные партизаны, изгнанные из-за Байкалья банды кровавого палача Тамана Семенова готовы нанести нам новый удар. На маньчжурской границе тайно сосредоточиваются шайки самых отъявленных и непримиримых белогвардейских головорезов. В любой день и час они могут нагрянуть на нашу сторону, чтобы убивать, пороть и грабить мирный народ». По поручению правительства ДВР «Нерчинско-заводской уездный комитет РКП большевиков и уездный ревком формируют кавалерийскую бригаду для охраны мирного труда и спокойствия граждан. Все, кому дороги завоевания революции, немедленно вступайте в ряды бригады. Спешите в Нерчинский завод, где находится штаб бригады. Ни минуты промедления». Прослушав воззвание, Горбицын сказал, «По-моему, ничего, сойдет. Все, что надо, сказано. Большего и не потребуется. В наших партизанах мы уверены. Нам важно только оповестить их о том, что пришло время быть в полной боевой готовности». «А кто подпишет воззвание?» спросил Димов. «Мы с тобой или товарищ Забережный?» «Фамилии здесь не нужны. Поставим подписи у кома или в кома». «Обезличено будет так-то», сказал явно огорченный Димов. «Не думаю», возразил Горбицын, «обойдется без наших фамилий. Призываем мы народ не от собственного имени, а от имени коммунистической партии и народной власти. Быстренько размножьте воззвание, и разъедемся мы с ним по самым крупным станицам и властям». Много в Забайкалье горных ручьев и реч. Они берут свое начало в каменистых на горях дремучей тайге и никогда не иссякают, пробиваясь на поверхность из глубочайших недр земли. Даже самый крошечный ручеек там обязательно пробьется к своему ближайшему собрату по брывистому, заваленному камнями или буреломом руслу. Весело и неугомонно журча побегут они дальше вдвоем. И там, где сольются с ними другие ручейки, появляется маленькая, но шумная и проворная речка. Преодолев все пороги и теснины, вливаются потом эти речки в Аргунь и Шилку, Анон и Селингу. Едва стало известно в партизанских станицах и селах Приангурья об угрозе белогвардейского вторжения, как начали собираться в поход приискатели и хлеборобы, охотники и бывшие батраки. Из каждого маленького поселка, глухой деревушки в двадцать или сорок дворов, выезжали жиденькой цепочкой на заваленной сугробами проселок сурово и решительно настроенные люди. В попутных селах присоединялись к ним другие и уже по более укатанным дорогам спешили дальше отделениями, взводами и полусотнями. Маленькие ручейки становились речками, а настроение людей еще более боевым. В станичных и властных центрах партизаны сливались в сотни и дивизионы. Едва обогревшись и накормив коней, выступили они на Нерчинский завод, а газимурские партизаны на пути отступления банды Шадрина выставили посты на сопках, засады в узких местах. Жители Нерчинского завода только ахнули, когда увидели в полдень третьего дня, как вливались в большую улицу с двух ее противоположных концов шумные и большие реки пестрой партизанской конницы. Одетые по-зимнему всадники в косматых дохах и попахах имели внушительный грозный вид. Встреча пришедших с Аргуни, Урова и Драгоценки партизан состоялась на базарной площади. Всю ее от края до края переполнили поднявшиеся по первому зову четыре тысячи всадников. После короткого митинга партизаны разъехались по квартирам, а Семен и Горбицын пригласили на военный совет полковых и сотенных командиров. На совете было решено половину бригады перебросить пограничные станицы, расположенные напротив впадающих в Аргунь, рек Маньчжурского Трехречи. Удар мог последовать только оттуда. Благодатских, горно-зерентуйских, ивановских и кодаинских партизан решили на все опасное время держать собранными в кулак в горном зерентуи, откуда они могли прийти на помощь частям на границе. Остальные партизаны должны были составить гарнизон завода. Но в полночь стало известно, что белые уже выступили. Пять поселков Чалбутинской станицы оказались занятыми противником. И тогда поднятую по тревоге бригаду Семен повел им навстречу. На рассвете партизаны атаковали белых в трех поселках. Бой продолжался недолго. После рукопашной схватки на улицах Чалбутинской и короткой перестрелки под двумя Балдуруями белые ушли за Аргунь и отряды их начали распадаться. Они бросили на льду посредине реки два горных орудия и пять станковых пулеметов. Но хоть и коротким был этот единственный бой, а в нем нашлись роковые пули для семи партизан. В двадцати шагах от родной избы был убит на повал председатель Чалбутинского ревкома Замешаев. Он со своими станичниками первым ворвался в улицу, зарубил не успевшего сесть на коня офицера с двумя скрещенными металлическими сине-красными флажками на попахе, а в следующее мгновение уже слетел с коня сраженный выстрелом в упор. Мунгаловцы потеряли в перестрелке Гавриила Мурзина. В цепи на снежной вершине сопки лежал он рядом с Лукой Ивачевым. Лука видел, как он вдруг дернулся из-за тех. Когда Лука подполз к нему, Мурзин был уже мертв. Под лучами неяркого утреннего солнца, на слепительно белом горном снегу, как горсть раскиданной клюквы, олели капли крови. Мурзин лежал так, что незакрытые глаза его глядели куда-то на ту сторону, в необъятные синие дали Маньчжурии. Были в них испуг и удивление. Все более холодной и тусклой делалась их живая влажная синева. И не было теперь их хозяину ни до чего никакого дела. Есть в Нерчинском заводе на каменистой площадке в полугоре между собором и средней школой обнесенная деревянной решеткой братской могилы. В годы боевой нашей молодости становилась она все длиннее и больше. Удлиняли ее по нескольку раз в году. Много смелых и мужественных людей, молодых, не успевших оставить после себя ни детей, ни вдов, лежат там в перемешку с пожилыми красногвардейцами и партизанами, с подпольщиками, замученными в Семеновской контрразведке. В трескучий декабрьский мороз опустили в еще раз удлиненную могилу семь обитых красным кумачом гробов. И двадцати восьмилетний казачина, замешая в холостяк, на которого заглядывали все станичные девушки, улегся там рядом с болезненным и нескладным, бывшим часто злым и несправедливым к людям, но до конца оставшимся преданным солдатом революции Гавриилом Мурзиным, который успел и жениться, и наплодить гремык детей. Когда отгремел прощальный ружейный салют и стали забрасывать могилу землей, работающий неутомимо лопатой Лука Ивачев сказал стоявшему рядом с ним Ганьке, растет брат могилы и растет, а места все еще много, пройдет лет десять или двадцать, так она вплоть до обрыва вытянется, как бы и нам с тобой не пришлось угодить в нее. От этого не зарекаясь отозвался настроенный строго и раздумчиво Ганька. Никто не знает, что ему на роду написано. Только Лука, чтобы в такую могилу лечь, надо кое-что сделать в жизни. Не с водки, скажем, сгореть, а от работы, в бою погибнуть, а не дома на печке. По полуденному обогреву Ганька возвращался с дровами из Услонского леса. Дорога шла под гору. Легко скользили по зеркальному накату тяжело нагруженные сани, подталкивая в разбеги коня круто загнутыми головками. Подбирая под себя задние ноги и зажатый мишними хвост, конь натужно сдерживал скрипучие сани. Большой непошей хомут наползал ему на голову, оглобли задирались кверху, трещали гужи и березовые завертки. Свесив ноги в серых обшитых кожей валенках, Ганька сидел на возу лицом к югу. Он сжмурился от солнца, от снежного блеска и напевал какую-то песню, состоявшую из одних бесконечно и разнообразно чередовавшихся слогов ла и ли. От только что срубленных лиственничных кряжей пахло смолой, стылом, древесным соком, кислой гнилью сердцевины. В этот погожий февральский полдень Ганьку сильно и радостно томило предчувствие скорой весны. На крутом, широко разъезженном спуске к драгоценке, сани быстро раскатились, напирая на коня. Он не удержал их и вынужден был пуститься вскач, а затем свернуть с дороги к кустам на обочин. Сани ударило о камень, занесло в сторону и развернуло поперек с такой силой, что конь упал на колени и забился в оглоблях. Ганька не удержался на возу и, совершив головокружительный полет, оказался вверх тормашками в сугробе у кустов. Еще беспомощно барахтая снегу, он услыхал чей-то обидно веселый безудержный смех. Скачив на ноги, он увидел на обочине по пояс в сугробе синеглазого курносого парня в черном изрядно потрепанном полушубке и в ветхой шапке с распущенными ушами. «Чего зуба скалишь?» обжег его гневным взглядом Ганька. «Тут завертка лопнула, а тебе смешно». «Больно уж здорово все получилось», крикнул, покатываясь от смеха парень. «Я едва с дороги отскочить успел. Такого крушения и нарочно не выдумаешь». Слетел с рельсов паровоз марки и «Го-го», лежит вверх копытами, а у машиниста на лбу шишка вскочила, под глазом фонарь светит. «Расскажи про такой случай, так не поверят. Пока твой декапот колеса обоглобле не поломал, давай выручать его». Они бросились в коню, распрягли его и поставили на ноги. Конь сразу же начал отряхиваться от снега, фыркать, а затем расставил ноги и пустил в воду. «Здорово!» перепугался бедняга, пожалел его парень. «Как бы он теперь у тебя водой не зашел? Брось трепаться, подержи лучше его, пока я оглоблю привязывать буду». Парень принял у Ганьки коня и тут же спросил. «А он у тебя не кусается?» «Если будешь дураком прикидываться, обязательно укусит», оборвал его Ганька. Парень смущенно умолк, но ненадолго. Скоро Ганька, занятый привязыванием оглобли, услыхал его голос. «Ты не в работниках случаем живешь?» «В работниках». «А кто у тебя хозяин?» «Председатель нашего Ревкова». «Председатель?» изумился парень. «Постой, постой!» «Как же это так?» «У вас же председателем Семен Забережный, знаменитый партизан?» «Неужели ты на него горб гнешь?» «Заливаешь, скорее всего». «Ничего не заливаю?» «Так на него работаю, что руки от чернила отновать не успеваю. Я при нем писарем состою». «Тьфу ты, черт!» «Я думал, ты серьезный парень, а ты первостатейный трепач?» «Это я глядь на тебя. Ты ведь тоже пробовал меня разыграть?» «Ладно, пошутили и хватит. Скажи лучше, как тебя зовут, товарищ секретарь?» «Гавриил Улыбин, а тебя?» «Вениамин Рогожин. Фамилии для такого красивого парня, как я, явно непригодные. Собираюсь переменить на Кумачева или на Бархатова». Ганька невольно расхохотался и спросил, «Откуда и куда тебя черти несут?» «Топаю из завода к вам в поселок, а туда из щиты приехал». «У нас-то что собираешься делать?» «Комсомольскую ячейку хочу организовать. Такое у меня задание от губкома комсомола». «А ты что-нибудь слыхал о комсомоле?» «Слыхать слыхал, а толком ничего не знаю». «Это Российский Коммунистический Союз Молодежи или сокращенно РКСМ». «А что в этом РКСМ делают?» «Если коротко сказать, учимся новую жизнь строить. Готовим из себя смену борцам за советскую власть, за социализм». Ганька с уважением посмотрел на своего нового знакомого. «Видно, не дурак, раз приехала с щиты с таким серьезным поручением. А там, скорее всего, из рабочих», решил он, выводя на дорогу запряженного в сани коня. Пока ехали до поселка, Ганька рассказал Веньке про всю свою жизнь. А так как жизнь эта была короткой, то пришлось поведать и о романе, и о покойном отце. «Погоди-ка, погоди-ка», перебил его вдруг Рогожин. «В чите есть Василий Андреевич Улыбин. Работает он вдаль бюро ЦК РКП большевиков. Он тебе не родня случайно?» «Это мой родной дядя», — с гордостью признался Ганька. «Я вместе с ним ходил в партизанах». Рогожин, внимательно разглядывая Ганьки на лицо, сказал, «Ты вправду похож на него. Ничего тут не скажешь». «Это все говорят», — самодовольно заулыбался Ганька. «А ты откуда дядю знаешь?» «Бывал он у нас в железнодорожных мастерских на митингах и собраниях, а перед поездка, я с ним даже личную беседу имел», — похвастал Старогожин, но тут же поправился. Вернее, он беседовал с нами со всеми, когда мы из щиты на места выезжали. «А почему он разговаривал с вами?» «Что у него за касательство к комсомольцам?» «Вот тебе раз». «Да ведь он же заведующий агитпропом вдаль бюро ЦК РКП большевиков. Пришлось ему и нам инструктаж давать. Часа два с нами проговорил. Толковый у тебя, дядька», — закончил Рогожин с такой ноткой зависти в голосе, что Ганька рассмеялся и почувствовал в своем сердце глубокую симпатию к этому рабочему паренку. Коню предстояло одолеть крутой бугор. Видя, что он с трудом тянет воз, Рогожин крикнул Ганьки, «брось ты к черту вожжи, давай лучше воз подталкивать». Ганька закинул вожжи за спину коня и бросился на помощь к Рогожину, налегавшему на сани сзади. Когда выбрались на бугор и отдышались, Рогожин сказал, «как я погляжу, Ганька, ты по всем статьям в комсомол подходишь. Первое, бывший красный партизан, второе, в ревкоме работаешь, а в-третьих, вся твоя семья революционная. Раньше я грешным делом и не думал, что среди казаков есть такие семьи. Ко всему к этому у тебя и грамота хорошая. Это тоже много значит. Из тебя со временем может настоящий комсомольский вожак получиться. Как думаешь, сумеешь за новый быт бороться? Бороться? А с кем бороться? С кулаками, с попами, с пьянством, темнотой и невежеством. Легко сказать бороться, задумался Ганька. Это уметь надо. Научим, уверенно, сказал Рогожин и хлопнул Ганьку по плечу. Доедем до твоей хаты, похлебаем чайку с устатку и начнем вместе действовать. Месяц у вас проживу, а сколочу крепкую ячейку, если ты помогать не будешь. Деревня ваша вон какая большая. Сколько в ней дворов? Больше трехсот. Значит, молодых парней и девок достаточно. Есть кого в комсомол вовлекать. Беда, что грамотных у нас мало. В нашем краю я самый грамотный. Я все-таки пять лет учился, а другие всего по два да по три года в школу ходили. Это я о парнях говорю. Девки почти сплошь неграмотные. Возьмемся пока за грамотных ребят. Сговорим таких человека три-четыре, а потом станем к другим подход искать. Когда приехали в Улыбинскую ограду и стали сбрасывать с саней кряжи, Рогожин спросил, как твою мать зовут величает? Авдотья Михайловна, тебе что, обязательно надо это знать? Конечно, обязательно. Я в командировке уже второй месяц болтаюсь, у чужих людей живу, раз такое житье, прежде всего, надо вежливость проявлять. У Авдотьи Михайловны в доме сидели гости. Это был Семен Забережный, поджидавший Ганьку, и Лука Меньшов из Чалбутинской со старшей дочерью Клавдией, которая два года назад вышла замуж, а через полгода Авдовела. Увидев Семена через окно, Ганька тут же сообщил Рогожину, что у них сидит председатель Ревкома. Это мне кстати, ответил тот. Войдя в кухню вперед Ганьки, Рогожин снял с головы шапку и отвесил всем присутствующим общий поклон, потом пошел знакомиться. подойдя к седобородому Луке, он необычайно эффектным способом вскинул вверх сжатую в кулак руку, быстро разжал ее и, протянув для пожатия Луке, представился Рогожин, дедушка. Авдотье Михайловне он отрекомендовался уже по-другому. Вениамин Авдотья Михайловна. При виде красивой Клавдии он приосанился, расцвел в улыбке и, пристукнув своими солдатскими сапогами, с поклоном сообщил «Веня, девушка!» Семену, как человеку серьезному и облеченному властью, он отрекомендовался более подробно. Вениамин Рогожин, товарищ, инструктор губкома комсомола. Это что же, из щиты выходит? Так точно, товарищ. Разрешите раздеться, Авдотья Михайловна. Милости просим, милости просим, раздевайтесь, молодой человек, да к столу пожалуйте. Венька разделся, потом спросил «Где у вас можно помыть руки, Авдотья Михайловна?» «Полей Ганя гостю на руки», приказала довольная почтительностью Рогожина мать и полезла в сундук за чистым полотенцем. Видя это, Ганька понял, что Венькина вежливость действует безотказно. Когда Рогожин подсел к столу, не перекрестившись, Лука насмешливо спросил «По что лба-то не перекрестил? Не православный, что ли?» «Почему не православный?» «Крещённый по всем правилам, да только теперь неверующий». «Неверующий?» испугался Лука. «Тогда, парень, я, однако, с тобой за одним столом сидеть не буду. Грех на душу из-за тебя не возьму». Авдотья Михайловна поспешила вступиться за Рогожина. «Какой он, сват, неверующий? Так всё это, баловство одно. Случить беда, вперёд нас с тобой Бога вспомнит, и никакого греха на тебе не будет, если посидишь с ним рядом». Редактор субтитров Корректор А.